С вашего позволения начнём заседание сегодняшнего комитета. Большое спасибо, что все сегодня добрались. Я так понимаю, что большая часть. Вы видите, мы рассчитывали человек на 30, но у нас, как обычно, заседание комитета многочисленное. Поэтому, если кто-то ещё придёт и вдруг не найдёт себе места, то будем искать, будем искать в следующих случаях. Здравствуйте, уважаемые участники, которые смотрят нас по видеоконференции. Я очень приветствую инициативу АПУ в плане трансляции заседаний комитетов на всю Украину. Потому что комитеты, в основном, конечно же, проходят в Киеве. Нашим коллегам из других регионов интересно послушать. Я сегодня пока что из докладчиков одна. У нас опаздывает, задерживается Олег Чернобаль. Тарас Кислый, который был заявлен как сегодняшний спикер, принёс свои извинения. У всех у нас много работы, но получилось, что он сегодня не сможет принять участие в комитете. Кроме этого, у нас есть несколько участников, которые активно со мной переписываются. И их мнение, их вопросы, их комментарии я озвучу из почты, с вашего позволения. То есть у нас будет такое «что, где, когда», вопросы телезрителей. Поэтому начнём сегодняшнее заседание. С вашего позволения присылать, как удобно будет. Тема у нас сегодня «Недобросовестные действия и злоупотребление правами интеллектуальной собственности». Ну, тема на самом деле не новая. Мы уже много об этом говорили на других заседаниях и в формате заседаний, открытых в Международной торговой палате. Хочется так обобщить немножечко вот такие самые популярные недобросовестные действия, услышать ваше мнение, как бы вы их квалифицировали, как с этим бороться, какие изменения можно внести в законодательство для того, чтобы предупредить такие недобросовестные, я уже так говорю, недобросовестные действия. Скажем так, такие действия, им ещё не дали оценку. И вкратце начну, наверное, с такого явления, как регистрация знака для товаров и услуг физическим лицом. Ну, все мы знаем, что в законодательстве Украины физические лица могут быть владельцами знаков для товаров и услуг. Ну, для примера, в Российской Федерации знак, товарный знак или знак обслуживания регистрируется лицом, который ведёт предпринимательскую деятельность. Я могу только вот приветствовать такое положение в законодательстве России и была бы очень рада, если бы такое положение содержалось бы в законодательстве Украины. Почему? Потому что подобные действия открывают дорогу целому ряду таких вот недобросовестных действий, и злоупотреблений правами. Ну, например, самые распространённые случаи, когда физическое лицо регистрирует знак для товаров и услуг, который является очень схожим или идентичным со знаком или с названием известной за рубежом компании. Согласитесь, что такое имеет место быть. Есть уже судебная практика, есть судебные решения. Все мы знаем фамилии некоторых таких вот известных сквотеров, да, и достаточно много таких было знаков для того, чтобы на самом деле обратить внимание на эту проблему. Кроме того, хочу вот так для сведения, наверняка многие, кто практикует в сфере интеллектуальной собственности, сталкивались с регистрацией торговой марки, например, в США. Вы знаете, как это происходит в США. То есть если у нас можно зарегистрировать торговую марку ещё и три года ею не пользоваться, и только по истечению трёх лет неиспользования любое лицо может подать из суда признание такой, прекращение такой регистрации, вот, то, допустим, в США знак регистрируется только в том случае, если заявитель предоставил в офис по патентовым торговым маркам доказательство использования такой торговой марки на рынке. То есть если торговая марка уже, если обозначение присутствует на рынке, если оно уже есть знакомым потребителям, то есть есть какой-то уже, да, скажем так, условно рыночный приоритет, да, то такая торговая марка может быть зарегистрирована. Что происходит у нас? То есть ни о каком использовании может не идти речь, может речи не идти вообще, то есть регистрируется торговая марка, максимум, как она используется, регистрируется доменное имя в зоне UA, в общем-то иногда это делается, очень часто это делается в цели продажи, вот, ну, я вас не удивляю, да, этим, то есть все об этом знают, давайте просто обобщим, да, вот, и когда компания, которая заходит на рынок Украины, видит зарегистрированную свою торговую марку, ну, нет, два пути, либо судится, либо покупать ее. Можно купить, можно садиться, затраты примерно одинаковые на все это будут, вот, поэтому посчитайте экономику вот такого вот бизнеса, ну, это так, для сведения. Как противодействовать такой регистрации, да, то есть зарегистрирована торговая марка на физическое лицо, она используется, не используется, есть доменное имя, что-то есть на этом, на этом сайте под этим доменным именем нет, как владельцу доказывать, это обозначение должно, на самом деле, принадлежать ему, как противодействовать этому. Единственный способ, ну, вот, я могу судить по экспертной практике, да, я говорю сейчас о судебных экспертизах, единственный способ доказывать, что эта торговая марка на дату подачи заявки была обманчивой, а точнее, да, не просто обманчивой, а могла вводить, могла или может вводить в заблуждение потребителя в отношении лица, которое производит товары, то есть не путать обманчивость торговой марки, это когда она, там, указывает, там, на ложные какие-то, да, вещи, там, в частности, там, географического места происхождения и так далее, а если мы говорим именно о возможности введения в заблуждение потребителя, то истец в таком случае должен доказать, что на дату подачи заявки на эту торговую марку потребитель, на самом деле, был осведомлен, то есть потенциальный потребитель этих товаров или этих услуг, или товаров, услуг, был осведомлен о том, что, ну, скажем так, коммерческим источником, да, происхождения товаров под этим обозначением является, в общем, не лицо, которое зарегистрирует торговую марку, а совсем другое лицо, иностранная компания, ну, скажем так, у нас сейчас границы открыты, мы не за железным занавесом, у нас есть, у всех есть интернет, мы читаем зарубежные журналы, смотрим фильмы, поэтому о многих вещах, брендах, названиях, продукции мы осведомлены, потому что мы там что-то покупаем за границей, что-то видели, что-то знаем, вот, но посмотрим на это с точки зрения эксперта патентного ведомства, то есть, если нет никаких противопоказаний, скажем так, для регистрации, если нет коммерческого наименования, хотя, в принципе, это особо не проверяется реестрами, если нет ранее зарегистрированной марки, если нет таких вот абсолютных критериев для отказа в регистрации такой марки, вот, то тогда регистрация состоится на самом деле, хотя, в общем-то, возможность введения потребителя в заблуждение, это тоже, как бы, у нас абсолютный критерий для отказа в регистрации, но, согласитесь, он в определенной степени все-таки относительный, да, относительный той информацией, которой владеет потребитель. Коллеги, всем места хватает или все-таки мы опять без спецназчиков? Есть там еще место? Вот, я продолжу, с вашего позволения. То есть, единственным способом доказать, что такая торговая масса на дату подачи заявки не соответствовала критериям предоставления правовой охраны, является собрать доказательства того, что все-таки эти товары в Украине были, но если не было официальных поставок, если не вела эта компания официальной деятельности в Украине, это будет настолько сложно сделать, это настолько субъективно, можно, конечно, собрать информацию, что в Украине были публикации, в которых там упоминалось, или там были изображения этих товаров, ну, что хоть как-то, да, потребитель это знал, но это будет субъективно, поверьте мне. Поэтому это действительно является проблемой, когда регистрируется известная за границей торговая марка здесь. Особенно, если она еще регистрируется для других товаров и услуг, это очень сложно, это практически невозможно доказать. Только если косвенно доказывать какую-то однородность, возможность смешения и так далее. То есть это все субъективно. Кстати говоря, хотела обратить ваше внимание на то, что, в общем-то, в целях экспертизы, в качестве справочных материалов, я неоднократно как бы упоминала директиву ЕС, с последним номером 2008-95 ЕС, согласно которой, там про торговые марки директива, согласно которой, я зацитирую, можно, согласно которой торговая марка не должна регистрироваться, а если она уже зарегистрирована, подлежит оглашению недействительной, если торговая марка может быть спутана с маркой, которая использовалась за рубежом на день подачи заявки о регистрации, которая все еще использовалась там, при условии, что на день подачи заявки заявитель действовал недобросовестно. Ну, как бы смысл понятен, да? Но это директива ЕС, она к нам никакого отношения не имеет, но, в общем-то, в ЕС вот такие вопросы подобным образом решаются. То есть если в одной из стран, содружества, такая торговая марка была, и опять-таки надо доказать, что если заявитель действовал недобросовестно. Вот, поэтому, ну, это как справочный материал. Поэтому вот для обсуждения, вот первый такой фактор, который... Зумовли по-русски. Который дает вот основания для вот таких вот недобросовестных регистраций. То есть, ну, если вы со мной согласитесь, что такая регистрация действительно является недобросовестной. Вот, в этом дело. То есть такие действия, по вашему мнению, являются добросовестными или нет? Ну, то есть они добросовестные или недобросовестные? Как бы вы их оценили? Со стороны... Умысел, если умысел при регистрации именно на то, чтобы причинить вред реальному собственнику. Согласна. Использовать репутацию, это физическое лицо, оно не ведет хозяйственную деятельность. А чью репутацию оно использует? Если это регистрирует физическое лицо для продажи, скажем так. Физическое лицо, да, вообще как бы не производит товары, не предоставляет услуги. Вот, поэтому если такая регистрация совершена физическим лицом, вот, без цели использования в реальности. Ну, мне очень нравится, как антимонопольное ведомство Казахстана совместно с их патентным ведомством для судов издавали сборник в свое время, вот, в котором вот подобные действия были оценены как недобросовестная конкуренция. Но там, правда, действие было, подобное действие было совершено юридическим лицом, причем юридическим лицом, которое само не использовало. То есть виды деятельности этого юридического лица были абсолютно не связаны с товарами и услугами, для которых был зарегистрирован знак, и в дальнейшем права на этот знак несколько раз перепродавались. Вот, то есть и патентное ведомство Казахстана посчитало такие действия недобросовестной конкуренцией. Но если это совершает физическое лицо, о недобросовестной конкуренции здесь речь не идет, это неконкурентное отношение. Поэтому, как бы, хотелось от вас услышать, вот, как бы вы квалифицировали такие действия. Можно их считать недобросовестными действиями? Я согласна с тем, вот, какой умысел. Да, пожалуйста. Скажем так, можно было бы и квалифицировать с одной стороны, как обычно, зло, по-другому праву, а с другой стороны, вот, я хотел бы немного возразить, если вы позволите. Вы говорите, что вот в Казахстане была практика, когда юридическое лицо перегистрировало этот бумаг на товарные услуги, которые не соответствуют ее профилю деятельности. Тогда смысл запрещать физическому лицу регистрировать этот бумаг, если подобное заупределение правами может защищать и как физическое лицо, так и юридическое. То есть физическое лицо, целью злоупотребления права – это юридическое лицо, которое на свое имя регистрирует десятки, сотни торговых марок, которые можно зарегистрировать физическое лицо. Нет, здесь можно разделять, понимаете, если это совершает такие действия юридическое лицо, то можно квалифицировать такие действия, как недобросовестная конкуренция, как создание препятствий в хозяйственной деятельности, создание препятствий в хозяйственной деятельности, то есть если оно действительно чинит какие-то препятствия, да, вот. Но приобретение прав на торговую марку физическим лицом без цели использования, только с целью продажи, конечно, хотелось бы как-то закрепить как недобросовестное действие. Но это при условии, если вы выскажите мнение, мы можем на эту тему подискутировать. Если нет, давайте пойдем дальше, а потом в конце обсудим все вместе. Второй момент. Про регистрацию торговых марок на физические лица уже сказали. Вот у нас участники приходят за своими стульями, по-моему. Здравствуйте. Про торговые марки немножечко сказали. Про промышленные образцы. Тут я хотела бы так объединить, свалить в кучу промышленные образцы и полезные модели в силу того, что эти два объекта не проходят квалификационную экспертизу. Как вы расцениваете такое действие, когда лицо, неважно, юридическое, физическое, здесь уже как бы абсолютно неважно. Получать патент на продукцию, которая воспроизводит продукцию конкурента, получает патент фактически на данное изображение продукции конкурента. Если это промышленная образец, полезная модель, если это чуть более сложное техническое решение, хотя не всегда это факт. И пользуется такими охранными документами, вернее, вытекающими из них правами, вот следующим образом. Например, вносит в таможенный реестр для того, чтобы создать препятствия для таможенного оформления товаров своего конкурента, экспорт, импорт. Вот, либо обращается в правоохранительные органы, заявление о возбуждении уголовного дела и так далее. Ну, естественно, как бы, если это продукция конкурента, если она выпускалась, как бы раньше, была выпущена в гражданский оборот раньше, чем такое лицо получило патент, можно, конечно, в суде потом доказать, что нет новизны ни у промышленного образца, ни у полезной модели. Это занимает определенное время. Пару лет. Да, ну, может быть и пару лет. Вот, опять-таки, продукция, которая была предъявлена к таможенному оформлению, она там задерживается на границе и так далее. Ну, то есть все эти процедуры вы прекрасно знаете. Вот, как бы, вот такие вот еще действия могут производиться с охранными документами. Я не говорю с объектами интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности – это те объекты, которые созданы творческой деятельностью, которые, как бы, все-таки соответствуют критериям, которые установлены для них в законодательстве. То есть промышленный образец новый, оригинальный, полезная модель, там, новая промышленная применимая. Я говорю просто про охранные документы, которые предоставляют права вот таким заявителям, которые ими вот так пользуются. Тут можно говорить о злоупотреблении правами, вот, кроме того, о получении охранного документа с заведомо, наверное, недобросовестными целями. Вот. Это вот следующий такой момент. То есть хотелось бы услышать, согласны вы со мной, не согласны, что это действие является все-таки такими вот недобросовестными и злоупотреблением правами. Третий момент. Дистрибьюторские отношения. Сложные дистрибьюторские отношения. Недавно, как бы, мне на глаза, ой, я забыла эту книжку, попалась книга Яна Рамберка «Международные коммерческие транзакции». Я, признаться, с большим удовлетворением прочла от корки до корки тот раздел, который касается модельного дистрибьюторского договора. Очень, кстати, рекомендую взять на вооружение модельно-дистрибьюторский договор, разработанный Международной торговой палатой, СССР. И, кстати говоря, там упоминается еще директива, которая, возможно, не очень точный перевод, но, в общем-то, директива, которая призвана защищать права дистрибьюторов. Но это лирика. Давайте вернемся к теме, когда все-таки дистрибьюторы ведут себя не очень добросовестно. Когда дистрибьюторы регистрируют на себя без разрешения производителя товара, лица, с которым они находятся в контрактных отношениях, регистрируют на себя, скажем, торговые марки. Это основное, о чем обычно идет речь. Конечно же, есть у нас Парижская конвенция, которая запрещает регистрацию дистрибьюторам, только если такая регистрация не установлена добросовестными какими-то намерениями. Опять-таки добросовестные. Заходите, пожалуйста, только попросите, что стульчик дали. Да, у нас со своими стульями приходят. У нас тут еще два кресла, кстати говоря, можно тут еще разместиться, кто хочет сюда поближе. Вот только это, наверное, нельзя занимать, у нас же здесь трансляция. Вот, о чем я говорила, о дистрибьюторах. Опять-таки, вот смотрите, в Парижской конвенции упоминается добросовестность дистрибьютора. То есть, если есть добросовестные действия дистрибьютора, наверняка есть и недобросовестные действия дистрибьютора, о чем, в общем-то, в Парижской конвенции не говорится, само собой, нашим законодательством это не раскрывается. То есть, вообще, что есть недобросовестные действия. Мало того, у нас тут споры были, и кого считать дистрибьютором, а кто агент, и так далее. То есть, вот эти понятия тоже недостаточно уточнены в законодательстве, на мой взгляд. Вот, поэтому действия дистрибьюторов имеют место, без разрешения производителей. Тоже, опять-таки, вот вам еще один момент. Когда дистрибьютор ведется недобросовестно, ну, последствия, как бы, нужно рассмотреть. Рассказывает, да, как это происходит на практике. То есть, дистрибьютор, да, разрывает отношения, вернее, производитель, да, разрывает отношения с дистрибьютором. Дистрибьютор, пользуясь правами, которые дает ему свидетельство, назначает, запрещает действия другим дистрибьюторам, и самому производителю. И таких споров немало, на самом деле. Здравствуйте, Олег Ванерьевич. Пожалуйста. И таких, в общем-то, споров немало, я думаю, практикуете вы к теме. Следующий момент, на который хотела бы обратить внимание. Регистрация торговой марки, которая спорта с ранее зарегистрированной торговой маркой. Ну, на самом деле, тут все просто. Если есть ранее зарегистрированная торговая марка по тем же самым однородным товаровым услугам, вроде как патентное ведомство должно отказать. Если вдруг по каким-то причинам все-таки такая регистрация состоялась, можно идти в суд и доказывать, что товары и услуги те же самые однородные. И все великолепно хорошо. В случае, если регистрация, само обозначение схожа до степени смешения, является идентичным с ранее зарегистрированным обозначением, но при этом товары и услуги неоднородные. Ну, вот другие. Но при этом, когда смотришь на всю картину, видно, что все-таки такая регистрация была совершена не просто так, для того, чтобы воспользоваться репутацией производителя товаров, репутацией компании, которая зарегистрировала свою торговую марку ранее. Ну, как бы тут надо смотреть на ситуацию. О чем хотела сказать, на что обратить внимание. Что, допустим, владельцы знаков, общеизвестных знаков для товаров и услуг, они могут воспользоваться тем, что у них правовая охрана намного шире, распространяется на другие товаровые услуги, то есть нужно доказать, что все-таки вводится в заблуждение потребителей. Немножко по-другому в статье поправите меня, если что. И что вызываются, какие-то ассоциации с производителем, вернее, с владельцем общеизвестного знака. Ну, если знак, скажем так, обычный, да? Вот, но при этом товары и услуги неоднородные, но есть какие-то основания думать, что все-таки репутацией воспользоваться, как бы пыталась, пыталась такой лиц. Я прошу прощения. С роботом. С роботом, да. Что? Ну, с роботом, кефесты. А, тут мы удачем. Да. Я взбила с мысли. Вот, о чем хотела сказать. Для примера, да, о чем идет речь. Когда, ну, знаете, что такое прекрасный мерчандайзик, да? Это когда вот рядом с коробочкой, вернее, рядом с бутылочкой шампанского размещается коробочка конфет. Да, когда рядом с пивом располагаются там орешки, сухарики и так далее. Ну, такие, боже мой. Уважаемые участники телеконференции, у нас тут манифест просто за окном откликает. Вот. Когда рядом, там, допустим, с краской для волос, там еще что-то, да, там располагается. Ну, условно, да. Вот. Рядом с посудой, там, мыющие средства и так далее. То есть вот такие перекрестные мерчандайзи. Вот. Кроме того, это имеет место и для всяческих там товаров и услуг. Вот. Поэтому, когда регистрируется знак... Ну, в таком случае есть шансы доказать какую-то... Даже не хотелось бы сказать, это не однородность. Но все равно мы, как бы, идем по пути, да, определяем, кто у нас... Как мы определяем однородность вообще, да? Товара и другого товара, да? Мы смотрим, а кто у нас круг потребителя, из чего делается товар, а какие там каналы сбыта и так далее. Вот. То есть вот по таким вот критериям, да, они там описаны в рекомендациях нашего, там, патентного ведомства. То есть вот идти по этим критериям, если действительно это вот, ну, так не очевидно, да, там, я не знаю, словно, там, 33 класс, там, не знаю, конфеты какие-то там. Вот. Если это не очевидно, ну, идя вот по этим критериям, можно определить, что все-таки, да, и точка сбыта одинаковая, там, канал сбыта. И, ну, очевидно, что мы купим пиво, купим там еще там орешки. Вот. Таким образом можно доказывать. Да, сложно, но, как такие за судебные были, скажу, что были решения, как раз принятые по таким экспертизам. Там вот такие вот неочевидные, на первый взгляд, вещи, вот такие доказывались. Я прошу прощения. Пишут участники телеконференции, что на почву пришли вопросы. Вот. Последнее, что хотела сказать. То есть, на самом деле, там, вариантов таких вот недобросовестного такого поведения и злоупотребления правами много. То есть, мои предложения. Я слушаю, да, с вашего позволения. Вот. Мои предложения. Во-первых, давно меня волнует вопрос вот этого трехлетнего срока неиспользования. Тут, конечно, вопрос такой. Он во многом, это трехлетний срок неиспользования, он предназначен в первую очередь для кого? Для правообладателя. То есть, дается срок для выведения какого-то товара на рынок. Ну, например, если это какие-то химические. Они берут там фармацевтику. Фармацевтика – это очень долго, да, вывод на рынок. Ну, как правило, там уже торговая марка регистрируется на том этапе, когда там действительно планируется, да, вывод на рынок. А если это, я не знаю, там какая-то другая химия. То есть, там есть получение менеджера, да, сертификация и так далее. То есть, получение разрешительных документов. А если это связано там с получением, там, я не знаю, там, ну, действительно документов, которые предваряют вывод этого товара на рынок. Вот, если действительно затягивается эта процедура получения документов, то такой вот трехлетний срок неиспользования, он играет на руку, ну, только на руку правообладателю. Вот, с другой стороны, этот трехлетний срок неиспользования, он на руку и лицам, которые совершают недобросовестные регистрации. Ну, тот случай, который я вам говорила, да, когда, когда перебрасывались права на этот знак с одного лица на другое, ну, это не является доказательством использования знака. На самом деле, это были договоры, которые не несли под собой, там, действительно, цель использования, не достигали цели использования товара с этим знаком на рынок. Вот, поэтому этот трехлетний срок неиспользования, он, конечно, на руку еще и нарушителем, то есть здесь две стороны металли. Вот, что хотела сказать, это у меня там так вырвалось уже по поводу трехлетнего срока. Первое, ну, все-таки, мне кажется, что товары и услуги оказывают субъекты хозяйствования, поэтому ограничить, на мой взгляд, следует ограничить регистрацию знака для товара и услуг физическими лицами, только теми лицами, которые ведут предпринимательскую хозяйственную деятельность. Вот, кроме того, для чего это еще, я бы видела, то есть есть такой неочевидный немножечко момент, связанный с, скажем так, с бухучетом. Физическое лицо предприниматель, да, сталкивались, наверное, с этими вопросами, вот, физическое лицо предприниматель, являясь владельцем знака для товара и услуг, там, есть нюансы, я не бухгалтер. Я вам скажу, есть нюансы по, допустим, по учету этого актива, как не материального актива. При продаже этого знака доход получает просто физическое лицо владелец знака, а не владелец знака частный предприниматель, который затратил определенные средства на раскрутку этого знака, да, вложил определенные средства, там, рекламу, маркетинг, построение сети. И в итоге при продаже знака продать его может только просто физическое лицо, не предприниматель, не субъект хозяйственной деятельности. И отнести эти доходы себе, да, да, вот эти моменты тоже, как бы, они частично бы снялись, то есть над этим тоже еще нужно подуть. Вот, следующий момент, ну, ввести в законодательство понятие в качестве критерия для отказа в регистрации охранного документа, понятие недобросовестность намерений. Да, на стадии экспертизы, вы можете возразить, что на стадии экспертизы заявки, допустим, на знак, или на стадии отсутствия экспертизы на заявки на промышленный образец, реализовать, как бы, да, это будет достаточно сложно. Вот, но в некоторых случаях, как бы, эксперты укрпатента делились, да, на одной из наших конференций, что с удовольствием вы отказали, но по каким основаниям отказать? В регистрации выдачи патента на промышленный образец, если у нас, а, нет экспертизы, у нас даже критерия такого нет, да, согласны? Вот, что эксперты укрпатента, они видят, что им продается в качестве заявки, но нет никаких формальных оснований. Ну, с другой стороны, бог с ним, выдан патент, но в дальнейшем в суде можно было бы апеллировать еще к этому критерию, да, то есть если объект не соответствует критериям охраны способности, в том числе, значит, не соответствует критерию, там, выдачи с добросовестными намерениями, можно оспаривать выдачу такого документа. Ну, вот я немножко фантазирую, конечно, но поймите, что любые, там, как бы, сдвиги законодательства, они, в общем-то, и рождаются, да, из практики и каких-то фантазий по поводу того, как это все можно улучшить, усовершенствовать. Вот, следующий момент. Так, вести норму, ну, это понятно, вести норму законодательства знаков, аналогичную норме статьи 6, то есть парижская конвенция, регистрация торговой марки, дистрибьютором, агентом, представителем и обязательно уточнить все эти понятия. Было бы здорово, если у нас где-то было написано, то, что у нас представитель, агент, дистрибьютор, то есть, ну, такие нюансы, кто сталкивался с этим на практике, они имеют значение. Вот, и определить в законодательстве понятие недобросовестные намерения, злоупотребление правами интеллектуальной собственности и уточнить перечень действий, которые, в кавычках, препятствуют добросовестной хозяйственной деятельности. Вот, поэтому это вот такие вот мои предложения, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу них, давайте, как бы, подискутируем немного. И, ну, в отношении добросовестной содействии мы, главное, переходим к правилам кодекса. А вы об этом будете говорить, да? Нет, нет. Нет, я предлагаю сейчас Легу Валерьевичу на тему лучше сказанного добавить, возразить, ну, как бы, начать эту дискуссию. На самом деле, дискуссия, да, касательно вообще тематики, я сегодня специально не готовил какую-то там тему с точки зрения первая, вторая, третья, четвертая, пятая, да, то есть хотел бы просто подискуссировать. А, ну, про правила, да, про правила мы сейчас поговорим, просто хотелось бы вынести, да, на обсуждение одну довольно интересную тему, которая просто мне пришла в голову, да, не готов сейчас сказать, насколько она адекватна или неадекватна, поэтому хотелось бы поспорить, может быть, да, если кто-то возразил. То есть расскажу случай из практики, возможно, кто-то уже, но я даже не объясню, возможно, кто-то знает об этом случае. Ситуация такая, ну, как бы, все мы знаем, что условия, да, информационных технологий, в условиях, когда мы все чему-то учимся уже на примере каких-то там прошлых решений, да, например, при попытках изобрести что-то новое, да, мы так или иначе, у нас автоматически мозг, да, он дает какие-то результаты, которые, нами уже были впитаны, ну, еще не знаю, не с молоком матери, может быть, там, в школе, в университете и так далее, и так далее, да, именно поэтому рождаются анекдоты, когда там кто-то написал стихотворение, да, или, как говорит, пришло ночью в голову стихотворение, утром понял, что до меня его уже написал кучка, да, или что-то в этом роде. Личный случай из практики, когда одному дизайнеру, вот, по-моему, на дизайнерах, когда мы выступали, я рассказывал этот случай, когда был задан конкретный заказ на разработку конкретного логотипа, этот логотип был разработан, нормальный, хороший логотип, да, но он практически на 98% повторял уже существующий логотип. Вот, определенные дизайнеры мне сказали, что, нет, этот дизайнер, который разрабатывал, был не совсем эффективный, не совсем профессиональный, потому что для того, чтобы разрабатывать, нужно было перелопать целую кучу, там, сайтов, логотипов в этой отрасли, да, с другой стороны, с точки зрения креативности, да, он подошел достаточно хорошо, но, и когда я ему показал тот логотип, который уже существует, там, лет 10, наверное, да, он сказал, что не говорит, мой же же отличается. Я говорю, ну как же, ну вот там вот движение, говорю, то есть сходим до степени смешения, то есть я начал оперировать, как любой юрист, понятиями предусмотренными в законе, а дизайнер говорит, нет, ну мы же же отличается, это же другие буквы, чем там, да, то есть оригинальное задержание, качественно других букв, качественно другой смысл и так далее, и так далее. И я понял простую вещь, что то, что он, может быть, непрофессионально поступил как дизайнер в области разработки логотипов, да, потому что он не проанализировал, да, все последствия, но он достаточно профессионально поступил с точки зрения художественного, да, то есть интеллект, там, эврика, да, эвристический момент, и когда мы там изучаем методы технического и художественного творчества, один из методов есть эвристический момент, да, вот ему идея пришла в голову, идея гениальная, идея классная, идея хорошая, да, но кто-то, ну кому-то в голову эта идея уже пришла. То есть я веду речь к тому, что мы хотим мы того или не хотим, да, и мир сейчас изменяется к тому, что все, что качественно новое решение, да, оно уже имеет под собой все больше и больше и больше уже ранее разработанных решений, да, и таким образом грань между добросовестностью и недобросовестностью, да, она настолько стирается, что подчас доказать эту грань методами, которые предоставляет нам патентное законодательство, ну не хотелось бы о знаках говорить, да, Наталья уже сказала достаточно, я хотел бы больше поговорить о безобретениях о полезных моделях, то есть там, где речь идет о технологиях, там, где речь идет, ну, собственно, о том, о чем, чего можно пощупать, да, как бы. И получается, что грань настолько стирается, что установить просто патентными методами, методы какие, да, то есть новизна и промышленная применимость, изобретательный уровень, если мы говорим об изобретениях, да, практически невозможно. И вот, когда начал со знака, перейду плавно на второй тоже случай из жизни, который произошел, есть деталь, которая выпускается, там, ну, может быть, не сто лет, да, но лет пятьдесят, наверное, точно выпускается разными заводами, выполняет определенную функцию, да, вот, содержит определенные элементы, и тут находится умелец, который, ну, придумал, как описать эту деталь, да, и как вывести определенную формулу зависимости параметров этой детали. То есть, по его мнению, если мы подставляем в эту формулу, там, условно говоря, три величины, то мы получаем четвертую величину, которую не надо уже, там, рассчитывать эмпирическим путем. И вот, вот это все дело было как-то красиво написано, красиво расписано, то есть, фактически, ну, условно говоря, вот эта бутылочка была написана, она была нарисована, да, было сказано, что, например, если мы умножаем, ну, условно говоря, диаметр на толщину крышки и подставляем третью величину шаг резьбы, то мы получаем количество витков этой резьбы. Сама по себе формула элементарная, да, она была красиво расписана, был получен патент на полезную модель. Почему он был получен патент на полезную модель, да, все же знают, да, отсутствие квалификационной экспертизы, вот мы думаем, все что угодно, да, в течение двух, там, месяцев, трех месяцев получаем патент. Вот это было сделано. Идем дальше. Когда начали анализировать, да, как же ж его отменить? То есть, с одной стороны, действия, ну, понятно, недобросовестные, да, взял человек, что-то описал, да. Как же ж его отменить? Предъявляется иск, классическая фраза, экспертиза и так далее, и так далее. Иск чего мы можем предъявить по полезной модели, да? Либо новизна, либо промышленная применимость. Промышленная применимость, в ежу понятно, что эту крышку можно сделать, да, в чистом виде промышленная применимость. Новизна, начали копать, начали копать, начали копать. С трудом удалось накопаться, что где-то на какой-то выставке, да, уже эти образцы были. Потому что до этого никто никогда не задумывался описывать вот это элементарщину в чистом виде, да. То есть, а смысл заключается в чем? Шестая статья, седьмой пункт, или седьмая статья, шестой пункт, не помню, да. По закону там существует, что уровень техники включает определенные объекты, и при определении нарезны каждый объект должен браться в отдельности. То есть мы не можем признаки с разных книг взять или с разных журналов. Мы должны найти один источник, в котором будут присутствовать все существенные признаки, да. Вот я начинаю говорю. И получается, что мы начали искать, начали искать, но как-то просто найти, да. То есть по отдельности каждая книга научная описывала какой-то отдельный признак или их совокупность, потому что для науки не интересовала вот эта элементарная формула, да. Ширину на долготу, да, и получаем площадь. Это элементарная, это в школе. Поэтому, да, то есть вот эта формула реально была запротентована. Нашли где-то на выставке чертежи, которые показывают, что да, определенное предприятие изготавливало еще с такого-то года, вот выставляло на выставке вот такие-то чертежи. И именно это показало, что поскольку речь шла о выставке, это всеобщая информация, которая освещалась в прессе, была общедоступна, и вот эти чертежи были там представлены, и детали были там представлены, то есть пошли через навезу, да, классическим путем, да. Параллельно у меня возникла просто мысль, которую я там поделился с кем-то, да, но еще до конца как бы не пришел. Два существенных момента. Момент номер один. Если фактически эта деталь изготавливалась, и изготавливалась какими-то параметрами, безусловно, как бы какая-то формула имеет место бы, да, то есть и она все-таки послужила или стала результатом, да, какой-то там мозговой активности человека, да, что-то там изобретал, что-то там делал, и так далее, и так далее, да. О чем мы тогда говорим? Можем ли мы говорить о наличии полезной модели, как таковой? И вот очень хорошо, да, к главному переходу Наталья сказала, чего бы она внесла в законодательство, да, какие внесения. Когда я начал анализировать законодательство, так, для себя, ну, честно скажу, так, детально не анализировал, поверхностно просмотрел, то получается следующее, да, по нашему закону классическим, да, что такое изобретение полезной модели, результаты эффектуальной деятельности в любой сфере технологий. Что такое технология? Технология – это не наука, и исследовательские, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, когда мы анализируем по пути изобретения технология, то есть от частного к общему, да, мы ни к чему не приходим. Мы упираемся в глухой угол, да, потому что мы тогда развиваем, что в технологию входит абсолютно все и абсолютно любое. Да, то есть это к вопросу о недостатке этого законодательства на уровне толкования термина. И вот когда-то меня еще учили, да, что в законе никогда нельзя писать, что означают те или иные термины, потому что это позволяет, да, делать их или суженное, или расширенное толкование, и ни на что мы не выходим, да. В законе нужно описывать те термины, так как они понимаются, да, четырехлетним ребенком. То есть путем анализа термина технологии мы ни к чему не приходим, да, пришлось просто поднять Библию, да, юриста, гражданский кодекс, посмотреть, что такое открытие и пойти по тому пути, да, является ли этот результат, да, результатом технологий, да, в результате чего родилась технология, или это просто результат, это деятельность интеллектуальная, в результате которой была просто выявлена какая-то взаимосвязь некоторых величин в конкретные детали, которые существуют независимо от того, хочет человек этого или не хочет, то есть мы говорим об элементарном открытии, да, тот же закон Ньютона, Ньютон не может запретить использовать там свою формулу, или Архимед не может запретить использовать свою формулу, да, потому что это объективная реальность. И получается, да, мы говорим о том, что можно говорить, что в данном случае имела место быть не полезная модель, да, а непосредственно какое-то открытие какой-то формулы взаимосвязи, да, но не полезная модель. Единственная польза законодательства в этих размышлении была в правилах составления и подачи заявки, да, и в правилах проведения экспертизы на заявку на изобретение полезной модели, когда говорится, что совокупность существенных признаков должна достигать тот технический результат, который заявлен в задаче. То есть если мы говорим, что по сути изобретением является выведение, ну, изобретение полезной модели, я имею в виду изобретение не в смысле юридическом, да, как результат деятельности, является выведение формулы, то сама по себе формула, отражающая взаимосвязь каких-то величин, не влечет к какому-то результату, потому что к какому-то результату влечет функционирование там каких-то признаков, да, функционирование температуры, функционирование частиц атомов, длины ширины то есть и вот исходя из этого можно было бы установить следующее что совокупность признаков есть результата как такового нет потому что речь идет о форму что делать непонятно с другой стороны интересный момент заключался в следующем как было написано на это никто не внимание потому что никто не знал как вообще применить я до сих пор не знаю может будет посоветовать кому то идея с головы придет потому что в описании .. форумула трактуется в предела empezание что было написано? Да что было в описании. В описании было написано что что значения, например, x, y, z берутся эмпирическим путем. То есть для того, чтобы реализовать вот это все, нужно было изначально от кого-то внешнего получить параметры, потом эти параметры подставить в формулу, ну, например, в эту, да, и, соответственно, потом изготовить. То есть, например, мы говорим, что для того, чтобы изготовить эту комнату, то нужно получить параметры длины, ширины, высоты, и потом просто сложить эту комнату. То есть отсюда возникает следующий вопрос. То есть промышленная применимость, возможность быть изготовленной, ну, с точки зрения уровня современной техники, она существует. Но насколько она существует, насколько можно изготовить вот эту конкретную деталь, которая была запатентована, да, в качестве полезной модели, исходя исключительно из тех данных, да, которые описаны в описании. Потому что все мы знаем, да, что описание нужно составляться, чтобы оно было понятно специалистам среднего уровня. И вот я сказал, ребята, вы понимаете, если вы возьмете вот этот листочек бумажки, там, пару страниц, вместе с чертежом, с этими формулами, да, и вас в закрытой комнате, сможете ли вы изготовить эти детали, если вам дать все необходимые материально-технические средства? Нет, нельзя. Экспертиза дала ответ тоже. Ну, я специально поставил этот ответ, на сегодняшний день спор еще до конца не решет, посмотрим, как суд к этому отнесется, пока еще не рассматривается. Я поставил вопрос, возможно ли изготовить вот эту конкретную деталь, пользуясь исключительными, исключительно сведениями, которые содержатся в этом? Была дано ответа нет. Для того, чтобы изготовить, нужно получить исходные какие-то данные, а если нужно получить исходные данные, то в чем тогда ценность формулы? Ну, тут можно, наверное, переливать. В отсутствие промышленной применимости, по-моему... Так вот, промышленная применимость, мне сразу все сказали. Нет. Все, кого я могу сейчас назвать, и как вы знаете, как я могу назвать, сказали, нет, есть промышленная применимость, все хорошо, можно изготовить? Можно. Он только сказал, да, подожди, не море, ну куда? Промышленная применимость, можно изготовить? Можно. Можно эту бутылку сейчас выготовить? Можно. А если просто пользуясь описанием? То есть вопрос не в описании, вопрос... То есть, понимаете, разрыв происходит сейчас в законодательстве, да, разрыв между описанием, да, как таковым, и формулой как таковой, и тем уровнем техники, которое позволяет изготовить эту деталь. То есть, понимается так, что я не могу изобрести, например, какой-то продукт для трансплантации человека, там, отсюда на Марс. Почему? Потому что отсутствуют какие-то механизмы изготовить этот специальный продукт. Олег, я хочу возразить, что, по-моему, разрыв у нас происходит между... Пониманием. Да, в понимании, для чего нужен патент, и тем, для чего он получается. Да. Вот этот разрыв, он сейчас... О, это другой вопрос. То есть, что такое изобретение, что такое полезное, для чего вообще существует система патентования, и огромный разрыв между тем, для чего получены отправные документы, и как они используются. Этот патент, он был получен для того, чтобы, мне кажется, надо смотреть... Для того, чтобы запрещать, да? Да, для того, чтобы запрещать, для того, чтобы использовать, да, препятствовать кому-то, или для того, чтобы самому пользоваться, да, великий вопрос. Я начну с того вопроса. А, вот так, да? Издалека. Ну, просто, скажите. Ну, однозначно физического лица, однозначно нет. Почему? Потому что Россия пошла по пути. Физическое лицо – это не субъект предпринимательских деятельностей. Лечие травовой марки – это однозначно предпринимательские деятельности. Даже если это сайт, сайт можно иметь деньги. У нас по законодательству физическое лицо не может заниматься предпринимательских деятельностей. Ну, ваше мнение, что... Не, однозначно физические лица, то есть я буду предъявляться как бы физического уровня. То есть исключите сперечные заявители. Подъявляю, я просто... Исключите сперечные заявители физические. Грубо говоря, из своей практики, как правило, все торговые марки зарегистрированы на физических лиц, они заканчиваются и киберсплотом, или каким-то перекрыванием, там, можно, то есть... Или поведением роялти с предприятиями. Ну, неважно, ну да, это тоже вариант. Кстати, тоже, да. Юрий Иванович, извините, а вопрос на засыпку только не убивайте меня, а адвокаты? Что? Адвокаты самозанят на особо, они не субъектом предпринимательской деятельности, но предоставлять, да, не юридические условия, а правовую допомогу, все равно тут же, как бы... Ну, может, субъект хозяйственный как-то, ну, вы же... Адвокатские деяния, понимаете, концептуально, в принципе, поход адвокатуры, это не хозяйственная, это не коммерческая деяния. Адвокат, он использует свое имя, свое имя ему никто никогда в жизни не запретит использовать. То есть, адвокат же не может назваться, там, ну, не знаю, доктора... Адвокатское бюро. Адвокатское бюро, по закону об адвокатуре, но не по закону об... Это уже обедительное лицо. Обедительное лицо. Обедительное лицо уже, да. Поэтому, как бы... Здесь возрыв вас университет. А учредители предприятий? М? Учредители предприятий. Ну, вот я к тому, да. Для чего вы учредителям предприятий торговые марки? Есть мнение, да? Есть мнение нашего вот, нашего же коллеги, он судебный эксперт, да, доктора экономических наук, который... Мы, по-моему, проводили какое-то заседание по экономике, Юрий Геннадьевич, извините, добавлю просто. У него четкое мнение, что владелец предприятия, с предприятия может получать только дивиденды, а не роялти. То есть, ему был задан вопрос. А вот смотрите, как вот здорово, владелец предприятия, он же там как бы регистрирует на себя торговую марку, отдает ее по лицензионному договору своему же предприятию, получает роялти за использование. А вот четкое, вот четкое мое мнение, что владелец предприятия должен получать только дивиденды. Все. Здесь много недорого, а две их темы. Ну, это их тема, но я думаю, что если увязать эту тему с этой темой, то он как больше охотный. То, что проводим полезных моделей, помышленных конгрессов, то, что рассказывали, прекрасно знали такие пакенты. То есть, как правило, это сбивается клический признак. Ну, что просто, наверное, техноре не сильно много. Поэтому любую конструкцию, грубо говоря, на сегодняшней системе охраны директуральной собственности, я на любую конструкцию получу патенты, получу его так, чтобы у них были убиты. Из-за того, что просто существует формальный подход о том, что действительно все признаки должны быть раскрыты в одном источнике. Ни один учебник по механике никогда в жизни не будет вам указывать твердость какой-то детали. Потому что вам просто это не нужно. Указав формуле твердость этой детали, вы не найдете ни одного источника, который бы раскрывал эту твердость. Что могу сказать, как другое позитивно? То есть, в этом вот он моему предложению, то есть нашим центром была взята тема, в принципе, будет видеться такое понятие, как очевидность. Это мы идем по немецкому пути, как-то. То есть, в принципе, такой признак. То есть, законодательство, я вообще реалист, какой-то оптимист. Не знаю, куда он ведется, но какие есть. То есть, мы уже будем, ну, там, через год, через, не знаю, какое-то время. То есть, в принципе, будет такое вводиться. Мы будем действительно смотреть очевидный ли этот признак, который ведем. То есть, ну, Леха знает еще, наверное. Это именно для полезных моделей? Да, для полезных моделей, да. А как он будет соотноситься с венахидницким римом? Да, ГП изобретений. Потому что там же что же, если он не выглевает? Это венахидницкий рим. Это когда специалисту, ну, то есть, бывает, вы знаете, я столкнулся даже с тем, когда был вводом патент в ежедневек. То есть, им выдали отказ, то есть, Леновская выдала отказ. В итоге, когда была проведена экспертиза, все признаки были действительно, то есть, сборный подход был раскрыт. Но влияние на технический результат было неочевидно. То есть, все признаки, они были известны. Но именно в такой совокупности никто не мог додуматься, что действительно оно будет влиять на технический результат. Можно еще добавить? Изобретательский уровень, как бы, предполагает наличие изобретательского шага. А очевидность, просто очевидность всех этих шагов? Ну, как раз изобретательский шаг, это германистское понятие. Это в очевидности? Он как раз, да. Ну, я, к примеру, так назвал, я не знаю, как это его будет называться, но... Ну, такой признак, в принципе, должен появиться. Потому что мы столкнулись с тем, что когда получил, грубо говоря, в этом, донецкая компания какая-то, то есть, компания получила, описала то, что стопорное кольцо, ну, не стопорное кольцо, но стопор определенный, что он должен быть меньше, вернее, больше, чем отверстие. И, то есть, они указали, грубо говоря, эти все значения были взяты из госто-допусков и посадок. Но, действительно, ни одна компания, она не описывала этого. И, в итоге, то есть, полезная модель четко, что, ну, она не убивает, она просто. Вот этот признак, грубо говоря, я, там, ну, человек с техническим образованием, я понимаю, просто в другом случае она работать не будет и все. Это нормально, это абсолютно, это любой инженер вам скажет, что обязательно должно отверстие быть меньше, чем стопор, потому что, когда его загоняют, он сжимается, ну, возникают крыльпуховые силы, которые, в принципе, держат этот стопор. Это любой инженер, который курсник, это скажет. Вот, и просто поэтому, ну, необходимость такого близнока как бы есть. Как потом оно внесется, не внесется в законодательство, ну, не знаю, хотелось бы, чтобы он внеселся. Это просто к тому, что, то, чего не хватает, да? По поводу недобросовестности все правильно. В законодательство надо это вносить. Но я, опять же, я говорю, что это два теряностей, да, ну, меньше. Во-первых, если это внести, допустим, на стадии экспертиза заявок, да, то мы пропадаем. Вообще не представляю. Ну, никак не будет. Ну, никак. Точно так же, как, что, сильно устанавливают о малых, в загальном животе. Каким образом можно установить недобросовестность? Это, в первую очередь, действие. Только действие. Очень классное решение принял, но почему-то они на этом остановились по поводу шампанского, да, это новый свет. Очень классно компанию наказали. Там четко было сказано, что была сделана недобросовестная регистрация. То есть были четкие действия. Ну, что оно было направлено? Ну, то, чтобы перекрыть этот прием в угол. И то есть это было все это. Только на этом остановились, что дальше никто не идет. Я просто, почему устал, как бы, я обращаюсь к юристам, потому что все ходят по судам. Почему, когда мы убиваем патент, потому что, ну, их там десятками проходит, там, не знаю, где уже сбился, что-то там мелочи. Вот патент убили, то есть пришел клиент, да, есть какой-то там вырез товарищ, который подал иск. Патент, понятно, не новый, то есть это вот. Мы прошли эту процедуру два года, да, патент в конце убили. Почему на этом останавливаться? Почему не пойти в антимонопольный комитет и не пойти по первой статье? Все основные законы, грубо говоря, начиная с Конституции, где право собственности заканчивается, там, где начинаются нарушаться другие права. Есть понятие зауживания права. Почему нельзя выставлять, опять же, в судебном порядке, ребята, вот есть раз, вот есть два, вот есть регистрация, вот мы отменили, вот есть действие, которое... У меня простоял товар на таможне, я принес какие-то убытки, я там кто-то принес, я там в рекламу виноваты падаю. Почему? То есть на этом все останавливается. Это я просто к юристам говорю. То есть надо клиенту говорить, это же ваш шиклеп получается. Надо клиенту говорить, давайте мы накажем все-таки человека. Проблема с том, кстати, в Громадский радио, папа, дружестый, сейчас идет... Ну, ты какая. То есть было последовательное признание, когда вопросы эти поднимались, потому что вопрос очень полезен. И пришли к поводу того, что создана рабочая группа, не знаю, к чему это приведет пока, о том, чтобы взять российский опыт, ввести как бы административную процедуру отмены патентов. Потому что на сегодняшний момент у нас патент действительно длится максимум за 6 месяцев на полезную модель. Для того, чтобы его отменить, это нас не поводит. И получается, то есть как бы баланс на уровне. То есть я патент получаю просто, а убить его очень трудно. То есть нет административной процедуры отмены патента. В принципе, вроде служба как я вам альбами, ну, вроде как ведутся работы по этому проекту, то есть будет введена по промышленным образцам и по полезным моделям вроде как хотят ввести административную процедуру отмены патента. То есть через операционную палату. То есть на сегодняшний момент у нас только заявитель может обращаться в операционную палату, если он отказательный. Отважать. Все, другое лицо не может. Хотя, ну, по идее, должно быть еще и другое лицо. Должно обращаться. То же самое с торговыми марками. Другой вариант. Ее лицо, как есть у нас в этом использовании. То же самое. Должно анализироваться. То есть действия ввиду лица по защите, да, как бы там, своих прав. И то есть действительно, ну, в итоге у нас 2 марта отменяется, да, то есть бизнес-другой регистрации там не действительно, поскольку там только-то, сколько уже. Почему на этом все останавливаются? Вот и все. Я просто... В Европе дело в том, что там все, ну, были там мнения, то есть, ну, тоже мы тут со сторонники, что у нас вся проблема в явлочной экспертизе. Яблочная экспертиза почти 8 дней. Ну, там есть некоторые страны, их очень мало. Это абсолютно нормальные вещи. Потому что, ну, нереально просто проверить. Промышленный образец, если подует заявку, просто его нереально проверить, где он там был новый или где он был не новый. Если такая экспертиза будет, я просто не представляю, сколько она будет стоить и по времени. Яблочная экспертиза действует везде. Ну, у нас баланс нарушен. То есть, мы патент получаем просто. Мы не несем никакой ответственности. В Европе, если я получил патент и пошел к кому-то перепрыл воздух, они мне сначала его убили в судебном порядке. Ну, опять же, через апелляционную повалку, его можно убить. Получается, они убили, а потом еще выставили учебу на нормальную сумму. То есть, человек получил недобросовестную регистрацию, он 300 раз подумает, идти кому-то, ну, создавать препятствия или нет. Потому что он будет за это нести ответственность. У нас вид 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 видовидания взаимыкали. Как вид вид видовидания, службы не написано. Я, как раз, и говорю о той ответственности, что надо идти дальше. То есть, надо идти и наказывать. Наказывать деньгами. В принципе, ну, это уже как судебная практика створится. Но вся проблема в том, что, да, наверное, сначала будет проблематично, потому что суды снова не как бы шутить. Проблема, в самом деле, в том, что регистрируется, действительно, сейчас в любой марке промышленного рассы на физлиц. И часто предприниматели регистрируют там слово «дитер». Ты, потому что его ничего не заищешь. Здесь ищешь. То есть, ну, есть, можно подрагать деньги. То есть, ну, получить судебное решение. Ну, у него квартира варенье, машина варенье, все. Ну, ничего не заищу. Вы получите решение сюда, там, где вы штрафы решили, да? Вы ничего не заищите. Просто я к тому же, раз, два, три, счет побольше. Так, шума пойдет. Потом водитель. Но затраты, интересно. Да, это затраты. Можно добавлю, да? Я добавлю, я перекиданец в сторону. Затронула эту тему. Но дело в том, что вот еще вот несколько лет назад, когда Оксана Фредериковна Кондратьева работала в антимонопольном комитете, как раз в отделе расследований, вот, она говорила, что у нас, ну, приводила статистику, да, там по статье четвертой, тогда еще 15 прим не было. Она говорила, ну, вот у нас вот все-таки статья первая закона недостойственной конференции, норма прямого действия, но у нас вот нет обращений, вот, а мы самостоятельно, значит, не инфицируем. Да, и на самом деле это действительно норма прямого действия. Взять вот тот пример, когда патент, таможенный реестр, остановили груз, патент убили. Но что сделала компания, которая подстрадала от действия вот такого вот недобросовестного заявителя? Она вместо того, чтобы пойти, у нее ущерб, это все доказуемо, да, вместо того, чтобы пойти, там, допустим, в антимонопольный комитет и заявить по статье первой, что следствие недобросовестных действий, следствие того, чтобы была вот такая регистрация, которая уже отменена, на самом деле она не новая, да, вот, чтобы был вот такой патент, и он создал нам препятствие в хозяйственной деятельности, вместо того, чтобы пойти в антимонопольный комитет, они побежали и получили себе такой же патент, и поставили его в таможенный реестр, и запретили, значит, его. Да, то есть я не знаю, кто как бы консультирует эти стороны, это я вот говорю, потому что экспертизу видела, да, вот, ну, на самом деле, вот в таких вот случаях, когда отменяется регистрация, да, на основании того, что там не соответствовало критериям охраны способности, да, там, патент был не новым, он действительно такой знак или такой промышленный образец создал вот такие проблемы, были убытки, это реально все посчитать, можно все доказать, показать действия, да, когда там рассылали, ссылаются розничным продавцам письма уведомления, что вы что-то нарушаете знак, да, который впоследствии признается недействительным, потому что он является описательным, вот, вместо того, чтобы пойти, допустим, это не про физлиц, кстати, я к тому, что физлицы здесь вот лишние, наоборот, это все субъекты хозяйствования должны быть, это объекты интеллектуальной собственности, все, что не касается авторским правдам, частично, это все, они должны быть, это промышленная собственность, ну, как бы, какие физические лица, да, вот, да. Здесь я возражу, поскольку очень много изобретателей, действительно, нет, изобретателей, нет, я же не говорю про изобретения полезной модели, боже упаси, изобретения полезной модели, там есть автор, есть правообладатель, есть там правоавтор, есть правообладатель, да, то есть я про торговые марки, вот, про промышленные образцы, ну тоже, как бы, с большой натяжкой, но, в общем-то, тоже было бы неплохо, чтобы промышленные образцы, хотя, если их не трогать, да, пусть будут везлиться. Про торговые марки? Ребята, называется «Сназ ли это пара по услугам? Какие могут быть везлиться?» Ну, это мое мнение, ну, здорово, что мы с тобой. Есть смысл сделать публикацию заявок, чтобы могли хотя бы правообладатели реально этих объектов обращаться и говорить, что нет довезны. Да, пожалуйста, извините. Все-таки вопрос по поводу регистрации первого марки на юрлицу написано, что я правильно сказал. Закон, как вы готовы адвокатскую деятельность. Адвокат здесь самозалит особо, адвокат здесь в виде адвокатского бюро, в виде, там, еще чего-то, да. Вопрос, мне, допустим, не выгодно создавать адвокатское бюро, мне не выгодно создавать адвокатское объединение, потому что нового обложения построен таким образом, что мне выгодно не работать само на себя. Регистрация доменного имени в зоне ЮА рассматривает наличие торговой марки. То есть, получается, я работаю как самозалитая особо, плачу на блоге, но благодаря этим нововведениям, которые вы предлагаете, я не могу зарегистрировать домен беспалла.и. Ну, это есть отручение конкретного и прав, да. Что касается вопроса, почему юристы не работают дальше. Ну, моя позиция чистой практики простая. 200 долларов я делаю в фирму, 300 долларов я получаю патент, делаю, ссылаю на таможенник, как бы, да, блокирую работа у предприятия. После этого два уровня идти по судам, подойдите на меня иск, я получаю 40-50 миллионов, я эту фирму забиваю, трачу еще 500 долларов и дальше могу первую работу. Все. Фирмы, это не проблема абсолютно. Вы же частные случаи описываете, когда это системная деятельность, когда это... нельзя говорить... Это два больших предприятия, которые находятся за забором друг от друга. И вот такое вот происходит. Вы понимаете, сейчас если свести все, как бы, я согласна, адвокат самозанят особо, вы хотите доменное имя в зоне ЮЭй, ну, в конце концов, как бы, можно же каким-то образом согласитесь, да, предусмотреть, что там в заявке указывается, какой вид хозяйственной деятельности вы ведете. То есть, если адвокатская деятельность, ну, неужели это проблема предусмотреть при регистрации, что... Это не в законе прописывает, но субъект, который ведет какую-то профессиональную хозяйственную деятельность. Чегроматику. Чегроматику деятельность. Опять-таки, знаете, тут еще такой у нас знак для товаров-услуг называется, торговая марка и так далее, но у нас имеют знаки для товаров-услуг партии, имеют там общественные организации, они, в общем-то, товары не производят, услуги не производят, но при этом это во всем мире. Они как юридические лица, это во всем мире, вот, на самом деле. Естественно, регистрируется для тех, ну, для тех видов деятельности, по которым ведется товар и услуги. Это же у нас называется там товар и услуги, где-то там трейдмарк. Ну, имеется в виду, что ведется какая-то деятельность, а уже она прибыльная или неприбыльная, да, пожалуйста. Слушайте, у меня есть когда-нибудь больше вопрос, это уже замечательно. Значит, из-за данных судебных факторов взять на судов, ходит так, что, как указывают суды, расстояние не разделяет имущество физического лица и физического лица предпринимателя. Соответственно, хозяйственные суды исходят из того, что даже если физическое лицо владеет другого марка, или при этом является субъектом хозяйственного физического лица предпринимателя, все иски, предъявляемые к нему, или им, могут рассматриваться хозяйственным судом, несмотря на то, что он владеет другого марка, именно физическое лицо, поскольку у нас физические лица предпринимателей не могут подавать заявку на руководство. Если мы ограничиваем физических лиц правил подать заявку на регистрацию знаков, ограничиваем лишь кругом ФОП и юридические лица, возможен и обратный процесс, что общие суды скажут, что поскольку в законодательстве нет разделения имущества физического лица и физического лица предпринимателя, то все иски, предъявляемые к ФОП, которые владеют круговой маркой, могут рассматриваться общим судом. Поэтому есть ли смысл в контексте вот такой тенденции судов запрещать физическим лицам владеть круговым маркой? Это первое. И вопрос, будем ничего добавлять, по поводу того, вот вы привели пример патента, который невозможно реализовать. Исходя только из времени, описанных в описании к вам. Тут вопрос в том, что насколько тогда фонд, собственно говоря, может блокировать ввозимые товары за границей, если, собственно говоря, название, да, то есть когда патентуется, например, когда регистрируется в таможенном реестре, да, я, например, указываю, там, пластиковая бутылка, да, там, 330 или сколько тут, 0,5 миллилитров, да, и, соответственно, там, все пластиковые бутылки, там, 0,5 миллилитров блокируются. Ну, то есть не так общее, да, это такой унитрированный пример, да, но приблизительно следующий момент. То есть наименование деталей, которое является этим наименованием согласно ГОСТов, там, которые еще были в Советском Союзе, там, ну, как правильное название, да, потому что все потребители используют и монитор, он и в Африке монитор, да, клавиатура, она и в Африке клавиатура, да, то есть вот в таком плане. По поводу первого вопроса, надо подумать, если это вопрос, я просто зафиксировала ваш вопрос, как вы, если хотите, куда-нибудь вывешу, если у кого-то есть ответ на этот вопрос. Понятное дело, что мы сейчас какие-то там приводим аргументы, даем предложения, должны быть контраргументы, должна быть критика этих предложений. Я абсолютно согласна, и с адвокатским объединением надо подумать, как это делать, а нужно ли вообще, а какие, да, и против, будем сюда, Юрий Геннадьевич. Мы просто вернемся опять к началу. Другой армарк, она сама под собой подразумевает занятие предпринимательской деятельностью. Физическое лицо, говоря, будет это самозанятая работа. Это в любом случае, ну, как это ни кути, это предпринимательская деятельность. Но мы будем по-другому. Это совершение действий, давайте, ну, просто реагологически смотрим, да, это совершение действий нам спрямованы на повторение проекта. Да, да, да. Вот это есть действия, есть правильное на счете интересов людей. Да, там существенно, существенно, там нет собуток, это концептуально важно. Давайте подумать, нет, давайте подумать, нет, не частные случаи, я весь случай. Давайте просто сейчас выясню, да. Вы уж можете пользоваться коммерческим, например. Гражданский суд у вас не распадывает взгляд, взгляд. То есть, если идет спор между субъектом и хозяйственного деятельности, то это рассматривает хозяйственный суд, гражданский суд рассматривает другие правоотношения, поэтому все вопросы по торговой марке, то есть они изначально, то есть причем проблема, что я еще раз говорю, очень много у меня там есть дело проходит, нету такого еще ни одного дела, чтобы физлицо действительно что-то сделать, все марки, которые зарегистрированы на физлице, это ли оптимизация налогообложения, если нормальная компания, лицензионный такой вот, на свою жизнь, все портится, или это киберспорт, начинают там, не знаю, ну то есть многое, что надо рассказывать, все, то есть реально лицо нет такого, чтобы там кто-то чем-то занимался, все физлица регистрируют ради того, чтобы спорта создать деньги, все, я отвечу, потому что, ну извините, да, то есть, крем правления, ассоциации адвокатов, это адвокатскую деятельность, А что делают адвокаты? Да, что делают адвокаты? А нужны ли вам на полуэрма? На самом деле, давайте, ну хотелось бы сейчас сделать, ну три таких, ну, момента, да, во-первых, пока в законе о защите прав на знаке для товаров и услуг написано особа, физичная особа, або юридичность, поэтому если мы говорим о том, что нам надо менять терминологию, да, хотя я там негативно отношусь вообще к терминам, да, статья номер один, значит нет, ну ладно, Бог с ним, поэтому мы можем очень просто записать, да, не ограничивая особу, физичную особу, не ставя после нее дефис, педприемец там, чей субъект педприемницкой деятельности, да, написать, особа, физичная особа, субъект педприемницкой деятельности, або самозанята особа, например, да, то есть как варианты, або юридичная особа, и этим мы снимаем все противоречия, почему, потому что кроме адвокатов, да, которые, ну, я не буду сейчас даваться в теорию адвокатуры, почему это не предпринимательская, там, риски, так далее, так далее, так далее, нотариусы, потентные поверенные, художники, оценщики и так далее, и так далее, и так далее, Это целый комплекс, целый круг лиц, которые выполняют комплексы. Она же занята? Это не предпринимательская деятельность. Поэтому я думаю, что если мы поступим таким образом, мы действительно защитим их интересы. Почему? Потому что для меня, например, как Чернобая, как адвоката, да, понятно, фамилию можно использовать. Но когда я, например, сегодня прихожу, я обнаруживаю в одном и том же списке однофамильца, где-то прихожу по два однофамильца, по три однофамильца, то есть использование собственной фамилии еще ничего не говорит. Потому что, например, я сам лично знаю Чернобаев, который там штуки три или четыре адвоката в других, да, в других регионах, и это есть. Это хватит, никуда от этого не денешься. Никто никого не заставит поменять фамилию, да. Поэтому это проблема. И как бы сделать индивидуализацию, возможно, только через использование, ну да, коммерческое наименование, но это надо брать там уже не Чернобая Петрова, да. А индивидуализацию можно сделать там путем какого-то значка, да, то есть, например, и мы переходим, когда мы говорим уже о каком-то логотипчике, о значке, мы переходим вообще, как все начиналось, да, сначала было слово, откуда появились товарные знаки, да, как самое. Откуда, да. Кстати, один из членов вот это самое, Виктор Мороз писал то ли диплом, ну и, может, знает правая гильдия Викториал, он когда-то там выступал, да, то есть, он писал, не помню, какую-то работу, он проанализировал, как бы, достаточно, ну, я ему благодарен за это, прочитал работу, он проанализировал исторические там, там, безсведения, да, ну, они элементарные, в принципе, что знаки для товаров и услуг появились, как реймы, да, которые выполнили две функции. Функция номер один, они показывали, что этот товар мой, то есть, что эта лошадь моя, я заклинил ее. А функция номер два, они показывали, что это, глыняный, глядчик там какой-то, да, или подкова, или еще что-то. Мое, да, не просто мое, а изготовлено мной, да, то есть, подтверждалось. Это для контроля качества было, потому что, вообще, по закону о торговых марках, да, то есть, первые клейма появились на хлебе для того, чтобы, а хлеб должен был выпекаться определенного веса, чтобы можно было не только там домой хлеб, да, а вот, а чтобы можно было наказать виновного, если кто-то испечет хлеб не той массы. Да, совершенно не того качества. Поэтому здесь основная функция знака не только там рекламная, отличительная, различительная, но еще и гарантия качества. Потому что если этот пекарь печет там хороший, правильный хлеб, значит, мы будем его... Абсолютно верно. Исходя из этих позиций, в принципе, обусловлено то, что независимо от того, что, например, художник, который рисует картины, пишет картины, продает, да, то есть, ну, можно сказать, что это предпринимательское действие, но я бы не говорил, потому что это настолько террористический момент какой-то такой творческий, да, он очень-очень большой. Поэтому, я думаю, что исходя из этих позиций, вполне обусловлено, что имение того, что товарный знак могут иметь, так как также самозанятые особы, которые не имеют формализованной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности. А что касается судов, то, что Володя Селиваненко поднимал вопрос, ну, проблема существует. Я думаю, что решится она только тогда, когда в Украине будут созданы патентные суды или суды в области интеллектуальной собственности. Тогда как-то проблемы нет, потому что на сегодняшний день самозанято, члены самозанято, там, уступили или не уступили. У нас этот пинг-понг между хозяйственными судами, судами общей юрисдикции был, есть и, наверное, будет. Это недостаток системы как таковой. В этом плане еще буквально два слова скажу, что мы работали над правилами взвода честных звычаев в области интеллектуальной собственности. И, наверное, все-таки поменять систему за две секунды мы не сможем. И поменять систему внесениями изменений в законодательные акты тоже никто не сможет, потому что эта система должна меняться. То есть у нас законы основные приняты в декабре 93-го года. То есть уже сколько, 20 лет прошло, да, почти? В 19-м году, да? Закон не приведут в соответствии. Да, абсолютно верно. То есть система, и она работает, и работает, в принципе, не так уж и плохо, да? То есть она всегда будет несовершенна. Но речь идет о следующем, что нужно формировать общественное мнение с точки зрения, да, вот тоже подхода людей. Не просто там методом наказания, да, но может быть и методом пряника. Потому что все дальше и дальше и дальше становится не совсем адекватным, да, использованием чужих объектов, там, нарушения какие-то и так далее. Я понимаю, что я прошу сказать. Зарегистрировали однодневку, там, и дальше два года судиться. Никто два года судиться не будет, потому что вносятся запрет в таможенный реестр, который нужен всего на одну неделю или на два дня. Товар не пришел, уже закупили у другого товара, и все. И уже никому ничего не надо. Ни патент, ни знаки, ничего. Все. Поставка произошла, схема нарушена, все нормально. Можно я это добавлю, потому что у нас, как бы, есть участники, которые удаленно участвуют. Да, вот Максим Селиванов-Харьков, фирма «Ормитис», задает вопрос, а что делать с повторной регистрацией такого же промышленного образца? Один судом отменяется, после этого лицо получает другой патент на тот же промышленный образец. Ну вот тебе добросовестность прямо в лицо. Вот, вот, недобросовестность налицо. Вот, и если бы действительно, как бы, такие, пока суд идет по этому промышленному образцу, можно уже получить новый, да, получить новый, даже два, и до бесконечности. Поэтому такие действия, если у нас не будет реальный, Юрий Геннадьевич поднимал вопрос, да, у нас, например, под ответственные заявители, если не будет действительно ответственности заявителя, но тут можно ответственность заявителю какую предъявлять. Если этот заявитель, то, что я говорила, если этот заявитель является юридическим лицом, к нему можно применить нормы законодательства недобросовестной конкуренции и классифицировать такие действия, как-нибудь, там, с недобросовестными намерениями, которые, там, имеют целью создать препятствия в хозяйственной деятельности, там, да, там, противоречат честным свычаям, выданья, там, спутерской идеальности, и таким вот образом как-то наказывать таких товарищей заявителей, которые подают такие вот патенты просто пачками, пачками, да. Хотелось бы уточнить, во-первых, по стадии первой законодательства недобросовестной, все-таки сейчас пока, если я не ошибаюсь, практика... А кто должен эту практику делать? А кто должен практику делать, если мы не будем пытаться... Ну, одно время делали такую практику, и она состоялась вроде бы. В последнее время она вроде как опять переходит в тадию отсутствия вот этих честных обычаев, сводов и правил. Но все-таки относительно недобросовестной конкуренции. Вот я хотел бы просто обратить внимание, может быть, я не прав, не знаю, что такое конкуренция, да? Мы прекрасно понимаем, что киберспотер не может конкурировать с собственником знака или собственником изобретения. Поэтому если мы обращаемся в антимонопольный комитет, здесь мы не докажем конкуренцию. А я про промышленные образцы, про полезные модели больше говорила, не про знаки для товаров и услуг. Потому что здесь, ну, понятно, тем более если киберспотер физическое лицо, никто в антимонопольный не пойдет. А вот когда промышленные образцы, полезные модели, полученные с целью создать препятствия в хозяйственной деятельности, были обращения в милицию, были там, я не знаю, препятствия на таможне, да, для таможенного оформления товара. И эти патенты были признаны недействительными. Мне кажется, уже с этим массивом материалов можно идти и показывать, что вот наличие вот такой регистрации, да, которую вот мы оспорили, она создала вот такие вот действия. И это, ну, это действительно, если есть конкурентные отношения между этими суммами. По мнению, если говорим о недобросовестности, да, то участникам 90, наверное, процентов случаев при регистрации там полезной модели карбюратора на таможне, да, то получается, что… Это физическое лицо. Да, получается, что конкурентность здесь близких быть не может. Да. С физическим лицом. Да. С физическим лицом. Так, может быть, и по промышленным образцам как-то так, а все-таки… Да, ну, я не вижу, как вот промышленный образец, да, сейчас промышленный образец, да, там, начинаем вспоминать, да, там, внешний вид чего… Изделия. Изделия, ну, не знаю, там, изделия, как бы, ну, вряд ли я там буду дома там расписывать матрешки, но все равно, если я их расписываю, я их буду продавать, я кто? Я субъект хозяйственной деятельности, правильно? Вот, поэтому, если это изделие, так, может быть, это товар, а товар – это деятельность, да. Поэтому, может быть, и по промышленным образцам физические лица ограничить. Ограничить. Да, да. Я еще раз повторю, потому что я говорю, у нас лицо, которое совершило какие-то действия, оно должно за свои действия принести ответственность, неважно, физическое это лицо или юридическое. Если физическое лицо зарегистрировало промообразец, образную модель, внесли приезд, у кого-то остановили товар, то есть абсолютно нормально можно посчитать убытки, которые лицо принесло в связи с этими действиями. И предъявлять к физическому лицу. Так что он вышел на антиморфольный комитет, он дождался решения суда по патенту. Потом патент был отменен, причем отменен с момента регистрации. Это важно показывать то, что патент, в принципе, изначально не имел права на жизнь. Потом в суде, то есть никто не запрещает использовать положение закона о недобросовестной конкуренции в судебном порядке. Не надо в антиморфольный комитет. Вы просто покажете, что лицо совершило эти действия, и в связи с этими действиями я приносил какие-то убытки. У нас гражданский кодекс, главный принцип, вернуться в то состояние, которое было до совершения правонарушения. А какое-то из правонарушения? Здесь все-таки неприменим будет закон о недобросовестной конкуренции, он регулирует именно конкурентное отношение. Можно другие нормы применять. Вот лицо совершило действия, мое право на предпринимательскую деятельность свободного было нарушено. В связи с этими действиями я понес вот такой убыток. Пожалуйста, верните меня в это все. Все, просто единственное, что нет практики, и надо вот, ну, как в этом направлении. Ну, смотрите, мое мнение. Что вмените физическому лицу? Вот, давайте думаем. Можно, пожалуйста, по этой теме? Ну, по всем темам. Чтобы пять раз не вставать, сразу по всем темам обзорно. То есть мы обсуждаем проблему, и если бы проблема могла решиться по-другому наработке какой-то практики, я думаю, за много-много лет эта практика была бы наработана. Очевидно, что одной практикой сейчас не справиться, и действительно назрели какие-то изменения по правке в законодательство. Без этого само собой ничего не наладится. Теперь вопросы, какие должны быть эти поправки в законодательство для того, чтобы позитивную энергию юридического бизнеса направить на то, чтобы защищать интересы своих клиентов, и, самое главное, отбиваться к результатам для клиентов. То есть восстановление его нарушенного права, а еще лучше, то, о чем мы здесь все говорим, еще и наказать виновным. Значит, первое, насчет физического лица, я вообще не встретил в этом зале оппонентов, которые бы сказали, что физическому лицу нужны знаки на товары и услуги. Но если физическое лицо предоставляет услуги, то это не физическое лицо, это физическое предприниматель, либо физическое, которое оказывает услуги, не зарегистрировавшись как предприниматель, а значит нарушает законодательство. Либо если это товары, то значит соответственно тоже какое физическое лицо производит товары. Об этом же речь, что это не физическое лицо. В принципе, все вроде как с этим согласны, и я думаю, что в конечном итоге мы можем потом в конце уже принять это как, в общем, коллегиальное, общее понимание того, что физическое лицо, которое не осуществляет хозяйственной деятельности, либо которое не является самозанятым, самозанятая особа, это, в общем-то, правильная формула, что такие лица не должны быть заявителями и получать права на торговую марку. Теперь второй момент, насчет конкуренции. Ну, я в принципе лично с большим уважением отношусь к антимонопольному комитету, и мне кажется, что деятельность этого органа в дальнейшем может во многих рынках навести порядок. Единственное, что нужно, чтобы видеофирмы пользовались этим механизмом, и законодательство позволяло и обеспечило антимонопольный комитет соответствующими инструментариями для этого. Вот, насчет сквотов. Мне кажется, что даже если физическое лицо, которое умышленно регистрирует там торговую марку, либо права на другой объект интеллектуальной собственности, и препятствует ввозу товара, либо производству, так или иначе оно влияет на конкурентные отношения. Не это лицо получает конкурентные преимущества, получает другой субъект, участвующий на рынке, конкурентные преимущества. Можно добавлю? Вот пока не забыла. Смотрите, когда вносится объект в реестр таможенный, там указывается, обязательно есть такая графа, там пункт пятый, указывается производитель оригинальной продукции, экспортер, импортер. И как бы, ну, я не видела, что там вносили те товарищи, которые патенты регистрировали на физические лица, да? Ну, наверняка там есть какая-то информация. Да, там должно быть написано оригинальный производитель, поэтому как бы тут уже можно работать с этой информацией. Даже если считать, что это лицо недобросовестно действует в своих личных интересах, но последствия этих недобросовестных действий влияют на конкуренцию. А значит, мы можем открыть дверь для антимонопольного комитета, для проведения расследования и привлечения. Физлицо не субъект, субъект, субъект конкурентных отношений. Часто физлицо признается в состав группы, включается антимонопольным комитетом. Антимонопольный комитет очень ко многим вопросам подходит не так формально, как мы, юристы. Включая экономические подходы и так далее, поэтому, в принципе, влияние на конкурентные отношения есть. И последствия для конкуренции тоже могут быть. Могут быть особенности, когда потребитель, конечно, не получит свой товар. Либо он будет вынужден приобрести аналогичный товар по более высокой цене другого конкурента, который, почувствовав отсутствие конкуренции, в этот момент может поднять цены, при этом говоря о том, что я испытываю конкуренцию и так далее. Как коммерческий интерес, да? Это понятие, которое тоже отсутствует в наших законодательствах. Коммерческий интерес. Я хочу поддержать молодого человека, потому что он абсолютно прав и применил категорию влияния на отношения. То есть, когда мы говорим об антимонопольном комитете и конкуренции, мы имеем в виду, прежде всего, публичное правоотношение, то есть это не частное правоотношение. Когда мы говорим о публичных отношениях, то нам может помочь послужить юридическим инструментарием, оценки к определению и так далее. Все, что наработано было, в лучшей степени, чем наработано уголовное право, этого не наработано. Состав преступления и так далее. Одним из элементов является объективная сторона. Объективная сторона это именно та совокупность отношений, на нарушение которых направлено действие. То есть, если действительно будет установлено, что действия конкретного физического лица, это субъект права, и частного, и публичного, направлено на нарушение публичных отношений, связанных с конкуренцией государства, в которых заинтересованы все субъекты. Ну, почему? Потому что, да, это уже школа. И будет установлено, возможно, в интересах какого субъекта, кто, да, Шермокомск. Кому это выгодно, да, или кто там Мэгрэ говорил. Давайте найдем, кому это выгодно. Выгодно может быть не конкретно этому физическому лицу, да, там, мама, папа, теща, там, еще кто-то, да, на кого там регистрируют, дома, дачи. Ну, а кому это выгодно, какому-то субъекту хозяйствования, да, потому что в результате же выгоду получается там. Если этот, вот эта вот схема, вот этот круг будет установлен, то почему бы не, почему бы антимонопольному комитету не установить факт нарушения антимонопольного законодательства? Это, да, вот в отношении киберсконтерства, да, мы тоже говорим, что даже физическое лицо, даже в отношении знаков, да, здесь можно говориться, что незаконное использование того же сайта, этого же объекта авторского права. В результате оно влечет, потому что есть сфера каких-то информационных технологий, есть этот рынок, есть потребитель этого рынка, есть доля рынка, да, которая поделена, есть платежи и так далее, и так далее, и так далее. И здесь очень интересно. А в отношении наказания, да, вот пришла в голову идея, почему бы не рассмотреть вопрос внесения в уголовный кодекс статьи за недобросовестную регистрацию веки интеллектуальной собственности. У нас в уголовном кодексе есть статья, которая позволяет привлекать, может нет, извините, да, если я там что-то перебуду, но крайне мере она была раньше, позволяющая привлекать свидетеля за отказ от дачи показаний и заведомо ложные показания, да, классика жанра, за заведомо неправомерную, подачу заявки на регистрацию. И не будет установлено, что действительно МЕЦОЗ знала, как в отношении промышленного образца, который повторно зарегистрировал. Если мы ведем в законодательство понятие недобросовестные намерения, вот тогда можно будет уже вносить в уголовный кодекс, как бы ответственность за недобросовестные регистрации. Да, простите. Я закончу? Да, да, закончу, я сразу же. А вы можете представиться? Три группа в Эдуард, юридическая фирма САУ. Хотела коллеги вас попросить, у нас вот сегодня классная такая дискуссия получается, да, то есть мы не просто тут вещаем, а есть уже какой-то фидбэк. Я бы попросила всех, у кого есть какие-то мысли, эти мысли как бы направить. Давайте их как бы резюмируем, это все, да, хорошо? Пишем обидим, что это все равно. Да, поэтому я бы от вас хотела бы вот это прочесть. Значит, по первому вопросу, если я все сказал, по второму, мне кажется, киперсквотером нужно подводить антимонопольный комитет, либо исходя из лурики, которую я изложил, либо если законодательство хромает, значит, нужно... усилить законодательство недостающим положением, которое откроет дверь перед антимонопольным комитетом, хотя бы для того, чтобы проводить расследование, и, возможно, там будет сговор, возможно, найдется заинтересованное лицо, а если нет, то хотя бы пострадавшее лицо получит от МК документ, который вот еще раз ему покажет о том, что вот подтвердит, что были нарушены его права. И третий момент, по поводу судов. Хозяйственный там, общий суд, административный, миллион судов, все дело сущих просто вносится изменение в Курсальный кодекс, где указываются споры, связанные с спорами на объекты интеллектуальной собственности, в частности, тот и тот, рассматриваются хозяйственными судами. И после этого общие суды никогда в жизни... Только по хозяйственным спорам. Да, не будут никак... Мы к этому идем все время. У нас везде есть смешные споры, которые там и там, и в конце концов заканчиваются тем, что в один процентный кодекс забивается, что эти споры рассматриваются там. Либо разъяснение идет сверху, разъяснение нашей инстанции, но лучше в законодательстве это прописать, и мы, в общем-то, на этом с ними проблем. И последнее, на чем я хотел акцентировать внимание, мы все время говорим о злоупотреблении права. Но, во-первых, злоупотребление права – это больше научная категория, чем категория юридическая. И ответственность все-таки у нас несут лица за правонарушение, а не за какое-то неправильное использование своих прав. Поэтому в данном случае нам нужно перевести, и об этом уже многие здесь сказали, вот эти действия перевести с плоскостью, что это не злоупотребление права, а правонарушение. А правонарушение есть тогда, когда есть ответственность, есть состав конкретно, что включается в это правонарушение, какие деяния, на что направлены какие последствия, кто субъект может быть ответственностью под таким правонарушением. Очевидно, что юридические лица тоже могут быть субъектами, А значит, уголовная ответственность неприменима здесь. Здесь, скорее всего, можно будет говорить о хозяйственных санкциях, либо антимонопольных санкциях, либо административной ответственности. Соответственно, нужно закрепить отдельную статью положение в ответственности за недобросовестные действия, направленные на нарушение прав добросовестных правообладателей. Почему я хотела сказать спасибо огромное? Если вы это еще написали, было бы здорово, потому что я не успевала реально записывать массу умных мыслей и позволю себе не согласиться с одной из них по поводу злоупотребления правами интеллектуальной собственности. Почему я применила именно такую формулировку? Я согласна, что ответственность должна наступать за нарушение чего-то. То есть сказать, что это нарушение прав интеллектуальной собственности, здесь у нас нарушение, вот чего это будет нарушение? У нас здесь препятствование добросовестной вообще, препятствование хозяйственной деятельности. То есть это нарушение чего тогда будет? Препятствование. Как ограничение права занятия предпринимательских действий? Ну, ограничение права. Вы, конечно, извините, тут уже смешались, пороги, гони, люди, да, с точки зрения. Из этих формулировок может возникнуть недопонимание. Поэтому я применила, то есть это, естественно, я вношу это на обсуждение, то есть я применила злоупотребление правами интеллектуальной. А что у нас было в этом? А у нас вообще нет, это за... Значит, на самом деле, на самом деле, все немножко... А процессуальными правами? Все, все немножко... Но подоживление процессуальными правами есть. Я вот шла по аналогии. Значит, есть гражданский кодекс, в котором черный по белому написано, что не допускается злоупреждение своим правами. А? Словреждение своим правами. Мы здоровыми. Мы же здесь не правы, там 11 или 12 статья по памяти, да, точно не помним. Николай Игорьевич, мы перейдем к правилам вообще? Да, я сейчас хочу дать. Это мой перейдем. Да. Честно говоря, с двумя последними утверждениями в отношении с судом и в отношении слоупотреблением, к сожалению, к счастью, согласиться не могу, потому что если мы в кодексе в хозяйственном запишем, там, например, что там хозяйственные суды рассматривают дела, связанные исключительно хозяйственные суды с интеллектуальной собственностью, то мы непонятно к чему зайдем, да, потому что вопрос свидетелей станет, вопрос собирания доказательств, много-много-много разного. То есть там надо пока, то есть, проостепениться, я бы так резко не менял бы со сделан, а то поломать можно, а к чему мы придем, это очень опасно. У нас есть споры, у нас же есть споры вокруг интеллектуальной собственности, которые касаются именно авторских прав, авторов изобретений, выплаты вознаграждения, то есть включение автора, включение не того лица, которое должно было быть автором, то есть свалить в кучу споров в сфере интеллектуалки от этих хозяйственных... Установление авторства, когда придут 20 человек, свидетельские показания, что там видели, как кто-то рисовал картину, это очень опасно просто там, процесс не выдерживает. То есть если бы у нас был патентный суд, но опять-таки патентный суд рассматривал бы у нас вот эти авторские... Да, то есть в отношении недобросовестности... Давайте Юрий Геннадьевич, потом Антон, а потом мы перейдем к кодексу, потому что у нас есть еще что обсудить, а уже мало... Это говорит о чем? Правда никаких не было. Не совсем так. Классический пример. Я являюсь собственником товарного знака. Нормальный, хороший, правильный товарный знак. Все, вопрос у меня, да? Железный. Параллельно со мной существует предприятие, которое этот товарный знак начало изготавливать или осуществило существенную подготовку еще до того, как я подал заявку. Нормально, документы, все подтверждающие. Имеет оно право использовать? Имеет. Я имею право использовать? Имею. Имею ли я право запрещать ему использовать? Если больше... Если, во-первых, должно быть установлено... С точки зрения материального права нет, потому что оно имеет право. А с точки зрения процессуального, что происходит в природе? Придевляется иск, блокируется предприятие, полтора-два года процесс, экспертизы. У кого преждепользование, ни у кого преждепользование, встречное, не встречное. Создается вот такой вот целый кипиш, целый конгломерат разных судебных решений. И к чему это приводит? Вот это и есть. Если я понимаю, что да, что у него право есть, у меня есть право, мы параллельно должны использовать. И именно категория недопущения злоупотребления права, в моем понимании, именно и направлена на недопущение возникновения подобных случаев. Я не могу запрещать. Если у меня будет доказано, что действительно я действовал неправомерно, то следуя вашим же советам, в последующем взыскании убытков от таких процессов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И именно поэтому, да, вот стала идея разработать и утвердить правила честных обычаев, которые, на мой взгляд, способствуют минимизации, да, возможности возникновения подобного рода случаев. Я сейчас скажу и сяду. Я еще раз говорю. Я еще раз говорю. Я надеюсь, как себя тоже формулирую. У нас демок получается, что мы сейчас вот так пробовали. Не, ну нормально, это же хорошо. Ситуация какая. Я еще раз говорю, что вторым шагом, то есть первым шагом, это должно быть отмена этой, как бы, ну, то есть обмена патента, то есть и спасывание регистрации. Это первым шагом. Вторым шагом должен быть продажный иск о возвещении бреда. Вот я говорю, что тут не служивание правам, а тут совершение действий. Тут права, ну, права как такового не было. Потому что патент признается недействительным с момента регистрации. То есть прав никаких не возникало. Здесь, да, одно взрывание, это отдельная правная категория, которая... Пока был патент, были права, и лицо этими патентами. Я прекрасно понимаю, признают с момента, и сделать не нужно. Права не было. А были действия, которые привели к тому, что я понесу патенту. Правильно, да. Понимаете, то есть это не служивание права. То есть это первое. Мы говорим о квалификации. По поводу патентных судов. Патентные суды, как в Германии, так и в Россию они пошли, патентный суд в Германии, в Минске, он рассматривает только споры о признании патентами действительных. Все споры о признании нарушения права по территориальной собственности рассматриваются в судах общей юридии. И вообще, я не знаю, может я ошибаюсь, но я не знаю такую страну, где бы патентный суд рассматривал сестру. То есть там все-таки, почему это сделано? Потому что Украина, как и Германия, страна немаленькая, и очень трудновато. Именно нарушения, то есть там более надо... Там надо оперативно реагировать, поэтому это все-таки должны быть суды общей юридикции. А вопрос как раз именно отмены патента, это очень важный вопрос. Там действительно, во-первых, должны быть очень квалифицированные судьи. И то есть данный вопрос, это вопрос как раз права, я считаю, что тут как бы более... То есть это действительно должен быть специальный суд и действительно квалифицированный суд. На сегодняшний момент в мире договора у нас рассматривается дело об отмене патента недействительной. То есть общаюсь с людьей, но я в принципе догадываюсь там. Ну просто у них не было такого, там не стирался, в шоке, в шоке. Так не только там не было. Не, ну я просто, к примеру, безузнаю. Ну да. Все, я... Да, Антон. Я просто в отношении застания убытков за недосовольственные сходы. У меня вот здесь вот просто в отношении ставок правонарушения и, в частности, вины. Вот в тех случаях, когда при получении охранного документа проводится аккредитационный эксперт бизнес. Хорошо там, где под ответственность заявителя. Может быть, можно как-то получить. Ну, как-то не затеркнуть автор. Там, где торговые марки, там, где проводятся действительно поиски, там, где я могу сказать, что, ну, я не сам принимал решение в отношении регистрации никакого дела. Мне добросовестная, наверное, даже если будет признанная регистрация. Поэтому потом, когда я пойду признавать, потом, когда против меня пойдут заскивать убытки, мне кажется, что здесь вины моей, возможно, не будет. А надо смотреть на действия. А мне кажется, надо смотреть на действия. То есть, охранный документ был выдан, да? То есть, ведомство провело экспертизу, провело экспертизу и выдало охранный документ, да? Будь то изобретение, будь то торговая марка. Но в дальнейшем, как лицо воспользовалось правами, которые... Если на поле торговой марки, это дно, если он пытался его продать, не запрещать. А если пытается, да, не запрещать. То есть, надо смотреть на действия. И если вот именно такие действия создали препятствия в хозяйственной деятельности, нанесли ущерб другому хозяйствующему субъекту, вот здесь можно ввести речь о возмещении ущерба. Кроме того, сейчас я закончу. Кроме того, ну вот один из таких вот там сверху случаев. Был выдан охранный документ, была квалификационная экспертиза. Но при этом, вы же поймите, что оценивается заявка, оценивается обозначение на дату подачи этой заявки, да? То есть, в дальнейшем, многие вопросы, как бы, с которыми сталкиваются владельцы торговых марок и, там, третьи лица, они возникают в процессе использования этой торговой марки. То есть, на дату подачи заявки, допустим, не было сведений у органа экспертизы о том, как будет использоваться эта торговая марка в действительности. Вот, потому что может быть зарегистрирована торговая марка, ну, условно, да, словесная, а использоваться, допустим, в какой-то графике, которая будет схожа до степени смешения с другой торговой марки. Хотя, если сравнивать словесную и комбинированную, смешения нет. Но если сравнивать, как применяется эта словесная в комбинации с другими объектами, и эта комбинированная торговая марка, так вот смешение, вот, а орган экспертизы это установить не мог. Либо выдается охранный документ на обозначение, которое, ну, как бы, экспертиза не считает его описательным, потому что не видит, как оно применяется. Там, для продуктов питания, как ему там зарегистрировано обозначение. Но в процессе использования на реальной упаковке, на этой этикетке, становится очевидным, что это обозначение является описательным в отношении, там, назначение или состава этого товара. И при этом лицо, пользуясь тем, что есть торговая марка, да, идет и запрещает конкурентам использовать это обозначение, хотя, по сути, оно является описательным. Ну, вспомните, там, ну, не знаю, из таких, ну, до внешних дел, но показательная торговая марка, золотой ус, например, да. Золотой ус это лекарственное растение. И торговая марка была словесная, по-моему, да, золотой ус, а запрещали владельцы торговой марки использовать его производителям косметики, бальзамов, там, еще чего-то на основе золотого уса. То есть было там написано на упаковке, там, бальзам на основе, там, или настойка на основе золотого уса. Это наш знак, пожалуйста, будьте добры, прекратите нарушения. Хотя на самом деле, да, вот это описательное же обозначение, вот, по составе этикетки, оно несет на себе, там, функцию, там, описание действующего, ну, я не знаю, действующего ингредиента. Вот, поэтому многие вещи, даже там, несмотря на то, что знак выдан, да, на стадии экспертизы, да, даже если учесть, что там добросовестно, вот, по максимуму проведена экспертиза, все учтено, вот, но в дальнейшем действия такого, ну, владельцы такой торговой марки могут продемонстрировать его недобросовестность. Давайте про правила. Про правила? Да. Ну, на самом деле, значит, диалоги, которая положила, ну, было положено, или, по крайней мере, предполагалось положить во судьбу правила, да, это, ну, скажем так, подвести эти правила честных обычаев, ну, или правила, или свод, ну, собственно говоря, от того, как назвать документ, суть не меняется, да, тоже терминологически достаточно важное отношение, подвести под действие седьмой статьи Гражданского кодекса, которая устанавливает, что определенный, определенная сфера отношений может регулироваться обычаями делового оборота. И на сегодняшний день, как бы, существует разъяснение и Высшего хозяйственного суда, и Хозяйственного подсоциального кодекса, да, то есть, как бы, в Гражданском записано, что при разрешении того или иного спора, в случае, если существуют определенные пробелы, да, в законодательстве, можно применять правила делового оборота, да. С точки зрения источников права, да, то есть, если говорить уже юридическим языком, у нас же все-таки ассоциация юристов, может быть мероприятие, то есть, если говорить уже, быть детально, там, дотошным, да, до юридической техники, да, говорить, какое место правила делового оборота занимают в системе источников права, применяемых судами для решения того или иного вопроса, то есть, имеем ли мы здесь с вопросами необходимости применения аналогии права или аналогии закона, или применения все-таки источников права, то есть, без аналогии, да, правила делового оборота, ну, мне бы сейчас не хотелось там вдаваться в такие теоретические дискуссии, речь идет о следующем. Существует определенное, действительно, правило честного правления, например, нельзя подавать на регистрацию какой-то знак, если я прекрасно понимаю, что регистрация этого знака, да, то есть, будет неправомерным, или нарушать чье-то право прежде пользования, или еще что-то, например, да, вот, нельзя регистрировать, как я приводил пример, да, полезную модель, если заранее понятно, да, что она не является парентоспособной, да, а выдается под ответственность для того, чтобы кому-то что-то там запрещать, то есть, какие-то недобросовестные действия. И другие, другие, другие там, таможенные реестры, и так далее, и так далее, и так далее, существуют определенные правила, которые, они существуют объективно, независимо от того, что мы о них думаем, да, насколько они хороши или не хороши, эти правила сложились в самой природе, да, вот, и стояла задача, ну, скажем так, вот, те правила, которые не входят в перечень законодательств, потому что мы все здесь хорошо пообсуждали, было бы неплохо внести изменения в законодательство, было бы хорошо так, было бы хорошо так, ну, единственная проблема, которая существует на сегодняшний момент, что когда мы говорим о необходимости внесения изменений в законодательство, например, там, лицо физичного особо, чеки-приемы, чеки-самозанятого особо, то возникает вопрос, а давайте еще изменим то, а давайте изменим то, а давайте изменим то, и у нас изменений в законодательстве, в один закон становится больше, чем в самый закон, и это приводит к тому, что вообще невозможно ничего внести, раз мы вносим вот это, что бы не внести, то и так далее, существует определенный, а? Знаки, три правки, вот у меня бы устроило, три правки. Ну, это вам устроило, а если там дальше чего-то дочитаться, то там найдутся лица, которым не устраивает и то, и то, и то, экспертиза и так далее, и так далее, и так далее, очень много разных нюансов, да, поэтому существует необходимость решения ситуации, да, ну, скажем так, вот, исходя из каких-то там, чтобы суд применял что-то такое, да, ну, исходя из какой-то там банальной логики, там, еще что-то, да, так, как в принципе нужно, да, исходя из добросовестности, да, то есть уже руководствуется, может быть, где-то принципами там демократизма, принципами присущими, там, например, международному праву, да, то есть там эффективность, ну, опять же, таки добросовестность, да, вот, и возникла идея составить вот такой прав, свод, там, таких обычаев. Да, на сегодняшний день, ну, не знаю, как эта работа пойдет дальше. Можно историю расскажите? Да, историю расскажите. Мы с этой идеей, как бы, были в антимонокольном комитете, то есть, вернее, антимонокольный комитет, ну, когда я спросила, почему же вот как-то, вот, кстати, у первого не применяют, говорит, так не подаете ж, говорю, ну, если подадите, ну, так там же ж написано, там, вот, обычаи, да, так вот, говорю, ну, если мы такие вот обычаи напишем, ну, напишите, мы их, там, как бы, примем, там, как методические рекомендации какие-то, да, вот, то есть, ну, антимонокольный комитет так нас настроил на работу, написали мы проект первый, пошли с ним выше, это был Николай Потоцкий, Анатолий Коденец, мы написали этот проектик, и пошли в Высший хозяйственный суд к Виктору Семеновичу Москаленко, Богдану Юрьевичу Львову, Игорю Михайловичу Бенидесику, и показали, вот, вот мы написали, мы написали кодекс, мы написали кодекс честных звучит и правил, ну, они так посмотрели, почитали, ну, во-первых, кодекс это громко, как бы на ваше творение, там, на пять листиков, вот, а второе, говорит, а что же это у вас кодекс честных звучит и правил, а вы перечисляете нечестные звучи и правила, вот, ну, и после этого, после этого, у нас уже было несколько версий, вот последнее, потому что Олегу Валерьевичу распечатала, это вот был наш вариант, там, кодекса, тут авторы были, редакция Потоцкого, Коденца, Мещеряковой, с учетом, правда, этих, предложений Кондратьевой, Костина и Кияшко, вот, и вот эта вот половинка, это проект Олега Валерьевича Чернобая, честно, я прочла, как бы, супер, мне понравилось его, редактор... Да не супер, а все в шоке были, поначалу, экзамен. Не, ну, мне понравилось. Не, ну, идеология, скажем так, ну, я попробую отстоять свою точку зрения, идеология заключалась в следующем, что первоначальный вариант, он был нормативистского типа, да, то есть, как бы, он предполагал, что есть какой-то кодекс, правила, да, правила, это уже какие-то нормативные документы, и оно предполагало, что кто-то их должен утвердить, да, там, например, Россиси, в данном случае, он должен утвердить его, да, распространить среди своих членов, попробовать, чтобы его навязать, чтобы там местные ассоциации, например, какие-то там, местные ассоциации, там, по пиву, по алкоголю, почему-то потом дальше, да, утвердила там тоже эти правила, да, использовала свои дети. На что я ответил следующее, да, что с одной стороны, то есть, тогда в таком случае, эти правила, если они кем-то утверждены, и к ним нужно присоединяться, и делать какой-то акт присоединения, как к международному, например, договору о рартификации, там, еще что-то, то получается следующее, что они становятся частью, да, ну, как минимум, какого-то локальных нормативных актов той или иной ассоциации. Если они становятся частью локальных нормативных актов той или иной ассоциации, то они могут распространять свое действие, а, в лучшем случае, на всех членов этой ассоциации, и не касаться лиц, которые не являются членами этой ассоциации. Кипер-скоттеры. Да. В худшем случае, тем более, в худшем случае, и только на тех членов этой ассоциации, которые подписали, или были осведомлены, и так далее, мы приходим к тому негативному факту, к случаю, да, который имел место быть в отношении интернет, да, деятельности, когда Высший хозяйственный суд отказался применять правила регистрации имен в зоне UAE, да, составившись на то, что это правила, они непонятно кем разработаны, да, это не нормативные документы, вообще непонятно, что это такое, да. И вот идеологией заключалось именно донести и довести, ну, сделать не правила, а свод, да, ну, как я назвал, исходя из того, что это просто перечень, да, то есть определенных честных обычаев или нечестных обычаев, да, можно так назвать, можно позитивно, можно отрицательно, потому что, в принципе, от перестановки знака не меняется его применение судом, да, если нечестно, то суд понимает, что это нечестно, если честно, то суд понимает, что это честно, да. Для того, чтобы дать суду инструментарий, да, чтобы суд, не посылавшись в решение, вид повидно, доправо, да, то-то-то-то-то, потому что тогда такое решение полетит, ну, просто за 6 секунд, да, а чтобы суд проанализировал саму природу, да, вот дерево растет вверх, да, там, Чернобаль, мужчина, не женщина, да, когда изменю пол, буду женщина, а не мужчина, проанализировав вот эту природу, да, возникновения этих отношений, с точки зрения уже элементарных, да, начала юриспруденции и так далее, субъект, объект, правоотношение, да, метод-предмет, это гражданские или хозяйственные и так далее, мог вынести решение и сказать, что да, вот он считает, что действительно вот такие, такое поведение является недобросовестное поведение, и тогда прямая ссылка на 7-ю статью, да, звучит делового оборота, там, на 11-ю или 12-ю, зловживание правом, они будут иметь место и иметь под собой это вот четкое аргументацию и мотивацию. Вот в чем заключалась идеология, да. Вторая идеология, да, вот поднимал, да, господин из Салкома, да, момент, что что мешает нам сейчас применять и что мешает нам сейчас делать. Ничего не мешает, давайте попробовать вместе собирать вот эти обычаи, как мы их видим, да, потому что, ну, 10 заповедей всего было 10, и они работают уже, ого-го, сколько, да, то есть нормально работают. Толкова немного, а работают нормально. Вот, точно так же, не надо собирать там на 25 страницах 150, там, миллионов каких-то. Надо выработать там 20, 30, один, два, три, да, то есть не знаю, выработать и их пытаться делать, да. Трудно устоять от искушения, если к адвокату Чернобаю завтра придет клиент и скажет, я хочу зарегистрировать знак на Иванова, Ивана Ивановича. Не просто на субъекта, а чтобы он у меня был, чтобы я мог контролировать свое предприятие. И что я ему скажу? В принципе, с точки зрения объективной реальности это не совсем правильно, но, скажи, так закон позволяет? Позволяет? Регистрирует, да? То есть вот такая ситуация. Поэтому надо вырабатывать вот эти механизмы для того, чтобы уже в жизнь, да, пытаться их имплементировать, их вести и, соответственно, каким-то образом разрешать. Что мы будем делать этим сводом? Я бы, ну, честно говоря, как бы я поступил, я бы его распространил как можно большему количеству участников, да, для того, чтобы получить какой-то фидбэк, да, какой-то ответ. Пишите нам, давайте, 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 это, понимаете, ну, это нельзя сказать, что автор Чернобай, или автор Мещерякова, или автор Фотоцкий, или там кто-то, да? То есть давайте что-то сделаем, ну, автор неизвестен, да, память ему вечно. Если вы не против, давайте, как бы, я не против. Если вы не против, мне очень нравится ваш проект, и, кстати говоря, здесь очень честно скажу, много ошибок и юридического. У меня много возражений. Давайте начнем с того, что, как бы, если вы не против, мы попросим АПУ, попросим АПУ в проекте этот, да? Сместить, разослать. Да, сместить на АПУ. Давайте попросим АПУ, чтобы разместили этот проект, вот, и сделаем какую-то, ну, форму обратной связи, чтобы можно было какие-то комментарии, замечания. Давайте, как бы, их соберем, давайте, опять-таки, я уже несколько раз пыталась, там, расширяя круг, как бы, рецензентом, рассылать и просить какие-то заключения. Было очень мало. Правда, было очень мало. Вот, поэтому давайте еще раз попробуем на сайте АПУ. Теперь, да, нас интересует мнение, там, юридического сообщества, коллег, юристов, которые работают в сфере интеллектуальной собственности, представляют интересы обеих сторон. Посмотрите. Посмотрите, пожалуйста, давайте месяц сделаем, там, на спор комментарии. После этого окончательную версию, там, я не знаю, там, в редакции, там, членов комитета, да, с этими правками, вот, мы будем распространять. То есть мы можем распространить их среди членов. Международная торговая палата нас поддерживает, потому что изначально это была вообще, как бы, в рамках ICC Украины это разрабатывалось. Американская торговая палата обещала поддержку, то есть если будет такой, ну, как бы, будет такая инициатива, то есть оповестим членов. Александр, если поддержит, просто оповести членов о том, что есть такой свод обычаев. Просто оповестить. Есть вопрос в этой связи. Да. Есть. Я, в общем, поддерживаю эту идею очень сильно. Создание правил и обычаев, отображение их в неформальном виде. Ведь обычаи, это то, что мы и так делаем, если мы честны. когда сочетаем хозяйственную деятельность. У нас есть определенное видение, как честно, как нечестно. И вот мы то, что обычно происходит, просто отобразили на бумаге. Ни в коем случае мы не внесли что-то новое, и ни в коем случае мы никого не обязываем подчиняться ни тем правилам, которым они никогда не подчинялись, и это не было их обычаем. То есть мы предполагаем, что некая индустрия или некое сообщество уже и так знает и соблюдают эти обычаи, мы просто их отображаем. И у меня в этой связи вопрос, как мы хотим реализовать, какая идея закладывалась реализацией и исполнения этих обычаев, особенно представителями различных индустрий. Ведь на сегодня, я так понимаю, в разработке обычаев участвуют профессионалы в сфере интеллектуальной собственности. Профессионалы в сфере интеллектуальной собственности можно отнести к этих людей, нас, к определенному сегменту бизнеса. И можно, наверное, сказать, что мы, наверное, можем соблюдать эти обычаи и правила. Но ведь в отношениях интеллектуальной собственности принимают участие и другие индустрии, которые могут не знать о таких обычаев. Более того, могут их не соблюдать и иметь иное представление.